В Империи Небесного Дракона есть только один Догушань. Хотя он не достиг Великого Мастера, но находился в полушаге от этой сферы. Думаю, нам даже делать ничего не нужно. Литзюин справится со всем сам. Вы думаете, если бы нам тут нечего было делать, предок послал бы нас сюда? Не расслабляйтесь раньше времени. Среди троицы практиков сферы Великого Мастера выделялся один наиболее сильный. После его слов двоица замолчала. Тем временем, люди столицы Небесного Дракона узнали Литзюина. Когда они осознали, что он прорвался в сферу Великого Мастера, сердца каждого наполнились ужасом. Они потеряли уверенность в победе. Вероятно, их сегодня ждет лишь смерть. Слышал, что уже половина территорий нашей империи захвачены Империей Бога. Всю страну охватила ожесточенная война. Я не ожидал, что у них помимо мощной армии есть эксперт сферы Великого Мастера. Боюсь, наш император не сможет остановить захватчиков. Нам остается только сражаться, враг не отпустит нас. Что так рассердило императора ли? Он отдал приказ своим войскам не брать пленных. Мы даже сдаться не можем. Солдаты Небесного Дракона перешептывались. Они были напуганы и чувствовали сильное давление. Холодный взгляд Литзюина упал прямо на Цансьюя. На лице мужчины появилась презрительная ухмылка. Цансьюй, а где же Дугушань? У него есть дела поважнее, ответил император. Стоявшие рядом с Цансьюем генералы, принцы и остальные сильные мастера, принадлежащие императорскому двору, посмотрели испуганными взглядами. Они впервые сталкиваются со столь сильным мастером. Империя Небесного Дракона вот-вот будет уничтожена, а у Дугушаня есть дела поважнее. Неужели он испугался? Ухмыльнулся Литзюин. Литзюин, у нас никогда не было дружеских отношений, но и ненависти мы друг к другу не таяли. Почему ты так жестоко напал на нас и убиваешь всех без разбору? Холодно сказал Цансьюй. Ненависти между нами не было, а кто по-твоему убил моего брата Литзюиня? Воскликнул Литзюин, пылая убийственным намерением. Литзюин мертв? Цансьюй был удивлен. Только сейчас он понял, почему Империя Бога напала так внезапно. Оказываться вот оно что. Если бы Литзюин не умер, то Литзюин, скорее всего, попытался бы выяснить, что за мастер находился в семье Чжао, а уже после начал действовать, однако. Сегодня никто отсюда не уйдет. Ваши жизни станут подношением моему младшему брату. Литзюин разразился злобным смехом. Его оглушительный голос разносился по всей столице. Лица Цансьюя и других стали неприглядными. От ужасающих слов Литзюина обычные люди вздрогнули, но бежать было некуда. Литзюин после своих слов замолчал и просто стал чего-то ждать. Спустя полдня на горизонте появился столб пыли. Люди ощутили, как земля под их ногами начала дрожать. Вскоре перед столицей предстала миллионная армия Империи Бога. Она была столь большой, что одним своим видом внушала страх в сердца солдат, находившихся на оборонительной стене столицы Небесного Дракона. Цансьюй знал, что Литзюин ждет свою армию, но у него не было возможности воспрепятствовать этому. Увидев теперь перед своей столицей миллионную армию, среди которой было множество мастеров сферы возвышения и контроля ци, он начал сомневаться в целесообразности обороны. Убить их всех, воскликнул ледяным тоном Литзюин. Убить на столицу обрушил царев многотысячной армии. Цансьюй понимал, что подпусти он врага к стенам столицы, для него это будет фатальным решением, поэтому сразу отдал приказ своим войскам выступить вперед. За считанные секунды поля битвы охватил стойкий запах крови. Солдаты двух империй замертво падали на землю. Грохот стали и вопли отчетливо слышали люди в столице. Через час империя бога взяла превосходство. Солдаты, посланные Цансьюем, были истреблены. Стоявшие на стене столицы генералы спрыгнули в гущу врагов. Их целью стали вражеские командиры, ведь только так они могли создать в строю врага Хаос. Император, если вы останетесь здесь, то личный стаж Цансьюя с обеспокоенным видом обратился к мужчине. Я буду стоять до конца, решительно ответил Цансьюй. Когда страж увидел стойкую решимость на его лице, он понял, что сегодня умрет за народ Небесного Дракона. На стороне империи бога было шестеро мастеров сферы возвышения, но их число внезапно увеличилось до девяти. Мастеров Империи Небесного Дракона было в разы меньше, они оказались в западне и в любую секунду могли пасть смертью храбрых. В столь опасной ситуации со стороны появилось несколько сотен мастеров. Они яростно набросились на сильнейших мастеров Империи Бога, мгновенно сметая их со своего пути. Глава 2174 Великий Мастер На поле битвы под столицей Небесного Дракона помимо группы мастеров, посланных Цансьюем, стоявших с ошарашенными лицами, внезапно появилось несколько сотен человек. Самое главное, что все они источали ауру сферы возвышения. Сотни мастеров сферы возвышения? Откуда они взялись? Люди обеих империй в эти секунды задавались одним и тем же вопросом. Но Империя Небесного Дракона внутренне была рада их появлению, ведь они, видимо, сражались на их стороне. Сотни в сфере возвышения, как так? Неужели это сила династии Тянсью? Но династии не вмешиваются в войны между империями, а даже если вмешиваются, то не станут отправлять сотню мастеров возвышения. В династии Тянсью их просто столько нет. Все очень странно, боюсь не обойтись нам сегодня без жестокой битвы. Я даже не представляю, со сколькими мастерами император сможет справиться. Генералы империи бога испуганно переглянулись. Те девять погибших мастеров были высшей силой их империи. Ученики, что следовали за ними, были поражены и не могли поверить, что их мастеров убили. В итоге на стороне империи бога осталось всего несколько человек. По сравнению с империей Небесного Дракона, они сильно уступали. Единственный, кто сможет что-то изменить, это сам Литзюин. Мастер, они наши союзники? На стене столицы генералы смотрели на Тянсьюя вопросительными взглядами. Тянсьюй был ошеломлен, но приглядевшись к прибывшим, успокоился и сказал людям, они наши союзники. Правда, все были в восторге, но им все еще было любопытно, откуда их император нашел столько мастеров сферы возвышения. Во всей империи Небесного Дракона, включая затворников, ушедших в горы, повезет, если соберется 20 мастеров сферы возвышения. У империи бога их было больше, но даже если собрать мастеров со всех семи империй их будет не больше 200. Но прямо у них на глазах к ним на помощь прибыло около 300 мастеров. На вершине горы вдалеке, трое великих мастеров посмотрели друг на друга, каждый был потрясен. Даже в их династии не собрать 300 мастеров сферы возвышения. Те же, кто пришли сюда, были им даже незнакомы. Откуда они взялись? К счастью, там почти все низких рангов. Если же Литзюин не сможет с ними справиться, мы поможем. Ага. В этот момент сам Литзюин уставился на прибывших мастеров. В его глазах стоял оттенок неуверенности. Более 300 экспертов сферы возвышения превзошли его ожидания. Он не понимал, откуда они взяли Сю Цань Сюя. Если все 300 объединятся против него, то он не сможет выстоять. Это он. Джан Га, стоявший в рядах генералов, ошеломленно воскликнул. Джан Га, ты знаешь их? Люди вокруг посмотрели на мужчину. Лицо Джан Га побледнело. Он кивнул спрашивающим. Один из них, сын Цань Сюя, Цань Лун. Все остальные, скорее всего, мастера из дома Чжаа. Я не ожидал, что у них целых 300 мастеров возвышения. Это невероятно. Дом Чжаа? Какой еще дом Чжаа? Они никогда не слышали о доме Чжаа. Только те, кто знал, как умер Литзюинь, поняли о какой семье Чжаа шла речь. В доме Чжаа живет таинственный мастер. Это всего лишь небольшая семейка в городе Байшань, области Сишуй. Как у них появилось несколько сотен мастеров сферы возвышения, да с такой силой можно построить свою собственную династию. Литзюинь тоже понял происхождение прибывшей группы. Отец, я опоздал, Цань Лун промелькнул по воздуху и приземлился перед Цань Сюим. Люди на стене были удивлены, увидев появление юноши. Принц, старший брат, сынок, женщина средних лет, источающая элегантность императрицы, бросилась к Цань Луну. Лишь убедившись, что это ее сын, она немного успокоилась, но внутренне оставалась удивленной. Почему аура принца настолько тяжелая? Я чувствую, что если подойду чуть ближе, то начну задыхаться. Все они помнили, что практика Цань Луна недавно была на десятом ранге сферы зарождения. Кто послал этих людей на помощь? Спросил Цань Сюй. Мастер, ответил юноша. Цань Сюй резко посмотрел на Литзюина в небе с широкой улыбкой. Литзюин, сегодня твоя череда побед подойдет к концу. Я отомщу за все смерти невинных людей. Это всего лишь несколько сотен мастеров в сфере возвышения, не зазнавайся. Думаешь, что сможешь остановить мою миллионную армию? Литзюин усмехнулся и отдал приказ солдатам. Огромная группа незамедлительно направилась в сторону группы семьи Чжа. Цань Сюй немедленно приказал отправить им подкрепление убить. Обе стороны снова столкнулись в кровавой битве, но поскольку у империи бога было мало мастеров с высокой практикой, им приходилось туго. С другой стороны, из-за прибытия семьи Чжа, солдаты небесного дракона воспрянули духом. Литзюин больше не стал стоять в стороне, он решил принять участие. Так он сможет гарантировать свою победу. Отец, я помогу тебе. Цань Лун свирепым взглядом посмотрел на Литзюина, после чего устремился прямо к нему. То, что юноша мог летать, ошарашило обе стороны, даже Цань Сюя. Сфера великого мастера, старший брат достиг этой сферы. Братья Цань Луна не могли поверить в увиденные, они начали протирать глаза, считая, что им почудилось. Великий мастер Литзюин на мгновение был ошеломлен. В этот же момент среди трехсот людей семьи Чжа вырвалось пять фигур и мгновенно окружили мужчину вместе с Цань Луном. Глава 2175. Вы думаете, что победили шесть великих мастеров, людей двух империй, заставших невероятную картину в небе, охватил шок. Хотя войны двух империй были довольно масштабными, но до этого никогда не происходило что-то подобное. Появление шестерых великих мастеров на стороне Империи Небесного Дракона было сильным ударом по морали солдат Империи Бога. Трое великих мастеров из династии Шэнь Ню, стоявших вдалеке, не верили своим глазам. Лишь после пары секунд, убедившись, что это действительно шесть великих мастеров, они посмотрели друг на друга, обмениваясь испуганными взглядами. Только три династии имели практика в сферы великого мастера. Они трое пришли сюда для подстраховки Литзюина, но откуда взялись эти шестеро? Они никогда их раньше не видели. Сила семьи Чжао настолько высока? Видимо, проигравшей будет именно Империя Бога. Чжан Гао был в панике, в сердце мужчина задумал убежать. Он не был воином Империи Бога, его лишь нанял Литзюинь. Он пообещал, что поможет, но не подписывался жертвовать своей жизнью ради Империи Бога. Как так он лишь недавно был в сфере возвышения, а теперь великий мастер. К тому же, помимо него есть еще пятеро. Цан Сюй был шокирован не меньше, чем все остальные. Он посмотрел на группу Цан Луна и, внезапно, вспомнил то, что ранее рассказал ему Чи Фэй. Тот загадочный мастер вызывал таинственный дождь, что повышал практику людей. Вероятно, именно при помощи этой силы семья Чжао получила настолько большое количество мастеров сферы возвышения и пятерых сферы великого мастера. Не это ли известный Император ли? Раз вы пришли, то уже можете не уходить. Цан Лун злорадно улыбнулся. Чжао Чжо и другие были слегка взволнованы. Они столкнулись с Императором, но поскольку сами были великими мастерами, то имели право стоять с ним лицом к лицу. Шесть великих мастеров. Не понимаю, откуда у Небесного Дракона взялось столько мастеров. Неужели их тайно взращивал Цан Сюй? Пробубнил себе под нос Литзюин, а затем поднял взгляд на группу людей перед собой и ухмыльнулся. Но даже так у вас не получится убить меня. Затем он повернулся в сторону далекой горы и закричал. Старейшины, пожалуйста, помогите. Старейшины. Литзюин был великим мастером. Кого он мог назвать старшим? Вероятно, такой человек должен быть как минимум на третьем ранге великого мастера. Цан Лун и другие сразу же насторожились. Секундой после перед ними появились три фигуры из десяток мастеров сферы возвышения, что сразу же бросились в сторону мастеров Семи и Чжао. Еще трое великих мастеров, Цан Сюй и генералы рядом с ним изменились в лице. Они заметили, что прибывшая троица была на порядок лучше, чем группа Цан Луна. Император Цан Ю ставился на Литзюина с сильным намерением убийства. Он не ожидал, что мужчина позовет посторонних себе на помощь. Черт возьми, Литзюин хочет нашей смерти. Подлец. Несколько мастеров сферы возвышения династии Шэнь Ню проклинали про себя мужчину. Трое старших, я не ожидал, что все так будет. Заранее благодарю вас за помощь. Литзюин поклонился троице. Трое мужчин кивнули ему, затем посмотрели на группу Цан Луна. Лидер троицы сказал. Вот так дела. В империи Небесного Дракона есть целых шесть великих мастеров. Даже не знаю, как на это отреагирует династия Тяньсю. Видимо, ваша империя вовсю готовилась к созданию своей собственной династии. Группа Цан Луна молчала. Они внимательно осматривали прибывших. У троицы была сильная аура, а самый сильных среди них был на четвертом ранге. Он один сможет справиться с ними шестью. Они не ожидали, что за Литзюином стоит настолько внушительная сила. В это время битва внизу продолжала нарастать. Солдаты Небесного Дракона вместе с мастерами семьи Чжаа словно острый меч ворвались в ряды миллионной армии империи бога. Даже прибывшие на помощь мастера сферы возвышения не смогли как-то улучшить положение империи бога. Они отступали из-за напора семьи Чжаа. Молчите? Значит все-таки я сказал правду? Ха-ха. Если бы мы знали, то объединились бы с вами, а не с Литзюинем. Когда Литзюин услышал слова мужчины, его лицо слегка потемнело, а в сердце вспыхнула ярость, но он ее не показал. Внешне он сохранял спокойный и уверенный вид. Так как наша династия Шэнь не сдерживает свое обещание, мы продолжим стоять на стороне Литзюина. Как только мужчина закончил говорить, все трое бросились в атаку. Литзюин сразу же отошел, он не собирался участвовать в битве. Он решил помешать вражеским солдатам и мастерам семьи Чжа уничтожать его армию, ведь даже если он победит, его потери будут слишком высокими. Тогда у него не хватит сил уничтожить династию Тяньсю. Понимая всю ситуацию, группа Цанилуна выхватила мечей и задействовала самый сильный навык в своем арсенале – лезвие пяти тигров. Что это за удар? Троица мужчин резко нахмурилась. Они считали, что смогут быстро справиться с шестеркой мастеров, но их навыки меча оказались невероятно яростными. Цаньсюин был слегка обеспокоен, ведь группа Цанилуна находилась в невыгодном положении. Кроме того, Литзюин направился помогать своим войскам, что снизило их преимущество. Бум! Группа Цанилуна рухнула на землю с ранами по всему телу. Троица великих мастеров династии Шэньню продолжала стоять в небе с расслабленными ухмылками. В то же время сотни мастеров семьи Чжа и солдаты небесного дракона были отброшены обратно к столице. Падение небесного дракона неминуемо. Старшие, спасибо вам за помощь. Литзюин подлетел к Троице и поклонился. Не стоит благодарностей. Мы еще не закончили начатое. Лидер Троицы улыбнулся и посмотрел на группу Цанилуна. В этот момент наследный принц вынул нефритовый жетон и раздавил его на глазах у людей. После чего юноша со злорадной улыбкой сказал. Вы думаете, что победили? Ха-ха-ха. Глава 2176. Путь боевых искусств не имеет конца. Что? Трое великих мастеров слегка нахмурились. Действие Цанилуна было похоже на то, будто он кого-то позвал на помощь. Это Цансью резко занервничал из-за чего начал обильно потеть. Услышав сказанное его сыном, он догадался о том, что должно произойти дальше. Он хочет позвать сюда того таинственного мастера. Литзюин слегка нахмурился. Ранее он не обращал внимания на того загадочного человека, но сегодня он увидел трехсот мастеров сферы возвышения и шестерых великих мастеров. Очевидно, что тот таинственный мастер совсем не прост. Старшие, нужно убить их, срочно. Поспешно сказал Литзюин. Не волнуйся, я хочу посмотреть, что за мастер стоит за ними. Я знаю всех великих мастеров трех династий, может быть это мой старый друг, сказал самый сильный среди троицы. Двое других спокойно стояли позади него. Они считали, что Цань Луну на помощь мог прийти максимум великий мастер четвертого ранга. Они втроем смогут справиться с ним. Литзюин в душе был обеспокоен, ведь поменять решение троицы не мог. Ему оставалось лишь ждать. Внизу сражение прекратилось. Солдаты без приказа Литзюина не стали продолжать нападение, да к тому же они очень сильно боялись людей дамача и без помощи императора очень быстро проиграют. Даю вам час. Если тот, о ком вы говорите, не придет, я убью вас всех, внезапно сказал главный из троицы великих мастеров династии Шэнь Ню. Час слишком много. Внезапно над людьми раздался расслабленный голос. Цань Лун и другие посмотрели вверх. Увидев там нинцы, они обрадовались, а также подумали о том, что юноша следовал за ними с самого начала. В конце концов, он просто не мог появиться так быстро здесь, если бы находился в доме Чжаа. Кто ты? Троица, увидев незнакомца, обратилась к нему. Это он виновник смерти моего младшего брата. Литзюин уставился на нинцы пылающими от ненависти глазами. Имея он чуть больше уверенности в своих силах, то уже напал бы на юношу. Вся округа, заметив появление нинцы, посмотрела на него. Это он. В глазах Чжангаа вспыхнула паника. Чжангаа — это тот таинственный мастер дома Чжаа, о котором ты говорил? Вся мощь семьи Чжаа находится под его управлением, он тоже великий мастер, но мне кажется, его ранг ниже, чем у трех мастеров династии Шэньню. Да, это он, однако я не знаю на каком он уровне силы. Чжангаа тяжело вздохнул. Люди, стоявшие рядом с ним, посмотрели на нинцы и облегченно выдохнули. Они предположили, что сила нинцы была, в лучшем случае, равна Литзюину, так что преимущество все еще было на их стороне. Это он. Он убил нашего отца. Сыновья Литзюиня тоже находились в рядах армии. Они хотели увидеть, как Литзюин мстит за их отца и, конечно же, были рады прибытию самого главного виновника. Мы победим и отомстим за отца. На нашей стороне великие мастера намного сильнее, чем на стороне небесного дракона, сказал младший сын Литзюиня. Остальные взволнованно закивали. Мастер, мы опозорили вас. Цань Лун стыдливо опустил голову перед нинцы. Джа Джо и остальные были бледными и расстроенными. Впервые они объединились, но все же проиграли трем вражеским мастерам. Мастер, он мастер старшего брата. Младшие братья и сестры Цань Луна были удивлены. Они слышали, что их старший брат обучается у таинственного мастера, а раз так, то сила загадочного юноши должна быть очень высокой. Иначе каким образом он смог так быстро повысить практику Цань Луна? С ним наша империя спасена. Цань Сюй облегченно выдохнул, на его лице появилась легкая улыбка. Люди, стоявшие рядом с ним, были смущены видом императора. Император он. Я сам не знаю, кто он, но с ним мы определенно победим, ответил Цань Сюй. Несмотря на то, что его голос был не слишком громким, люди вокруг все же услышали его и это всех смутило. Один из них на четвертом ранге великого мастера, двое других на третьем. Они три старика, которые прошли многочисленные битвы. У вас слишком мало опыта, то, что вы проиграли, пойдет вам на пользу. Главное извлечь из поражения опыт. Нинцы наставлял группу Цань Луна. Что за безумец? Трое мужчин разозлились на сказанное юношей. Кто вы? Вы знаете, что наша династия Шеньню поддерживает империю Бога. Вы не боитесь, что мой предок раздавит вас. Воскликнул один из троица великих мастеров. Молчать. Рявкнул Нинцы. Мужчина резко заткнулся, но гнев в его глазах воспылал еще сильнее. Вы еще никогда не спрашивали меня, где находится предел боевых искусств? Считайте, что сфера великого мастера предел. Мотайте себе на ус, путь боевых искусств не имеет конца. Нинцы улыбнулся группе Цань Луна, а затем ударил ладонью в сторону миллионной армии. Бессмертная Ци моментально превратилась в гигантскую ладонь, которая с грохотом обрушилась на людей. Глава 2177. Миллион верующих все окаменели. Никто не мог оправиться от произошедшего только что на их глазах. Солдаты Империи Бога, которым повезло избежать участи своих несчастных товарищей, были в холодном поту. Сейчас перед ними образовалась огромная яма в форме ладони, залитая кровью и переполненная трупами. Они дико боялись, ведь, попади эта ладонь по ним, они бы уже были на небесах. Что за чертовщина? Способен ли на такой пиковый великий мастер? Разумеется, нет. Атака Нинцы вышла за пределы их воображения. Невозможно. В этом мире существует подобная сила. Лидзюин смотрел на Нинцы, его тело бесконтрольно дрожало. Он не испытывал подобный страх даже стоя перед главой династии Шэньню, но юноша, находящийся высоко в небе, вверг его в ужас. Старший брат, двое великих мастеров третьего ранга посмотрели на своего старшего. Они хотели убежать, у них не было желания оставаться рядом с монстром, сотворившим такое. Сила, способная переворачивать мир вверх дном. Мужчина смотрел на Нинцы с бледным лицом и внезапно вспомнил легенду. До сегодняшнего дня он считал ее бредом. Сотни тысяч лет назад в мире не было никаких династий, но однажды появился мастер с ужасающей силой. Один взмах меча того человека разрушал горные хребты и осушал моря. Он всегда думал, что это просто обычная сказка для детей. Но увиденное тут говорило обратное. Сила ладони мало чем отличалась от меча из легенд. Неужели это и есть настоящая сила мастера Бэйсюэня? Группа Цань Луна уставилась на Нинцы. Они догадывались уже давно, что сила юноши выходит за рамки сферы великого мастера, но только сегодня осознали насколько далеко были они по отношению к нему. Бессмертный. Старший Бэйсюэнь должно быть бессмертный. Бессмертный спустился к нам и благословил мою семью Чжа. Чжа Чжо на глазах у всех встал на колени перед Нинцы. Дин Фын, Чжа Чжо, Сяли и другие люди семьи Чжа последовали примеру патриарха. Они почитали своего благодетеля всем сердцем. Что? Бессмертный. Верно. Только бессмертные обладают подобной силой. Приветствуем бессмертного. Солдаты небесного дракона встали на колени вместе с людьми Чжа. Кто-то выглядел почти так же как Чжа Чжо и что-то бормотал про себя, будто молился. Атмосфера была очень странной. Вскоре многие стояли на коленях, преклоняясь перед предполагаемым бессмертным. Те, кто имел свою веру, продолжали стоять на ногах, но происходящее очень сильно пошатнуло их принципы, по которым они жили все это время. Не только солдаты империи небесного дракона. Многие люди империи бога побросали оружие и в страхе поклонились Нинцы. Они чувствовали благодарность, что та ужасающая рука не обрушилась на них. Вскоре более чем треть миллионной армии империи бога стояла на коленях. Что вы делаете, а ну живо встаньте. Генерал рассерженно уставился на своих подчиненных. Рядом с ним все стояли на коленях, поклоняясь Нинцы. Как бы генерал ни кричал, люди его уже не слушали. Мужчина сильно разозлился, выхватил свой меч и тут же рубанул им по одному из ближайших солдат. Солдат увидел действие генерала, но в его сердце не было сожалений. Давным-давно отец сказал ему, что в мире существуют бессмертные, редко спускающиеся на землю. Тогда отец наставил его, чтобы он вел себя почтительно перед бессмертным, если ему повезет такого увидеть. Солдат не собирался игнорировать наставление своего отца, даже если это будет стоить ему жизни. Ом. Раздался отчетливый звук. Меч в руке генерала раскололся на две части. Мужчина был шокирован, а затем посмотрел на солдата и увидел вокруг него блеклый золотой свет. Сейчас каждый преклонивший колени перед Нинцы имел этот загадочный золотой барьер. Юноша мог принимать веру людей и через нее благословлять других, наделяя частичкой своей силы. Не говоря уже о генерале, даже мастера сферы боевого ядра и выше не смогут разрушить подобную золотую защиту. Бессмертный, настоящий бессмертный. На глазах у солдата навернулись слезы, он начал безостановочно кланяться юноше. После увиденного, на колени встали и все остальные солдаты Империи Бога. Вставайте, не смейте опускаться на колени. Взревели сыновья Лицзюиня. Когда они увидели, что даже их личная стража поклонилась Нинцы, их сердца заполонило отчаяние. Стоявшие в стороне Чжанга и другие нанятые мастера Империи Бога пребывали в смятении. Они уже совсем не хотели сражаться и продолжать эту войну. Мертвецкий бледный и напуганный Лицзюин молча развернулся и начал убегать. Ему было очевидно, что он проиграл. Все, что ему оставалось, это спасаться бегством. Только живым он сможет начать все заново. Глава 2178. Воеватели подчиниться все посмотрели в спину Лицзюина. Никто не предполагал, что он так решительно убежит. Трое великих мастеров династии Шенню возненавидели труса до мозга костей. Если бы не он, то они не попали бы в столь затруднительную ситуацию. Вражеский император сбежал. Мы, Империя Небесного Дракона, победили. Народ Небесного Дракона был взволнован. Их взгляды, направленные на Нин Ци, стали еще более уважительными. Если бы не юноша, то они все были бы мертвы, а их страна разрушена. Нин Ци резко махнул рукой в сторону убежавшего за несколько миль мужчину. Лицзюина моментально схватила гигантская рука из бессмертной Ци. «Я отпускал тебя?» Спросил Нин Ци. «Отпусти». Лицзюин сопротивлялся, но вырваться из хватки было ему не по силам. Ох, люди вокруг тяжело вздохнули, когда снова увидели гигантскую руку. Трое великих мастеров династии Шенню чувствовали себя опустошенными. Вся их гордость была раздавлена способностями Нин Ци. Даже если здесь будет предок, он ничего не сможет сделать. Он настолько хорошо контролирует внутреннюю Ци. Кто он? Старший брат, что нам делать? Не волнуйтесь, нужно разобраться в ситуации. Нам повезло, что мы не убили этих шестерых. Думаю, у нас еще есть шанс все изменить. Лидер группы попытался успокоить как себя, так и других. Раз Нин Ци не стал больше никого убивать, то, вероятно, проявит к ним милосердие. Старший, умоляю, я повел себя безрассудно и готов распустить империю бога, я приму это как наказание. Лид Цзюин умолял о пощаде и выглядел достаточно искренним. Мастер он убил многих мирных жителей империи небесного дракона и уничтожил города. Если мы не убьем его, то не сможем успокоить гнев людей. Цань Лун требовал смерти Лид Цзюина и боялся, что Нин Ци отпустит мужчину. Юноша кивнул и сжал свою руку. В ту же секунду гигантская ладонь, сформированная из бессмертной Ци, резко сжалась, превращая Лид Цзюина в кровавый комок мяса. После произошедшего оставшиеся генералы империи бога побросали оружие и опустились на колени. Их император мертв. В будущем империя бога будет поглощена империей небесного дракона. У них не осталось причин продолжать войну и упорствовать. Что же до людей императорского дворца Лид Цзюина? Все они были поглощены отчаянием. Некоторые уже преклонили колени, но были и те, кто решительно стоял на ногах. Вы из династии Шэнь Ню? Нин Ци посмотрел на троицу великих мастеров. Старший, так и есть. То, что произошло сегодня, просто недоразумение. Троица тут же попыталась сгладить вину. Недоразумение? Меня это не волнует. Возвращайтесь и сообщите своему главе, что у вас два выбора. Воеватели подчиниться империи небесного дракона. Все поняли, сказал Нин Ци, что они были потрясены требованием юноши. Они хотели что-то сказать и уладить дело, но холодные глаза Нин Ци напугали их. Они поспешно поклонились и ушли вместе со своими людьми. Цань Лун, остальное оставляю на тебя. Юноша обратился к принцу. Цань Лун послушно кивнул. После чего Нин Ци растворился в небе. Людей это шокировало и еще сильнее убедило в том, что юноша был бессмертным. Вскоре Цань Лун и семья Чжа, а также Цань Сю и его генералы разобрались с навалившимися проблемами. В частности они приняли на свою сторону солдат империи бога, ведь с таким большим числом солдат общая мощь империи небесного дракона взлетит ввысь. Младшие братья, сестры и дяди Цань Луна смотрели на принца с волнением. Теперь он был великим мастером и они побаивались обращаться к нему напрямую. Только когда юноша окликнул их, все они с радостью побежали к нему. Хорошо, хорошо. Второй брат, спрашивай что хотел, улыбнулся Цань Лун. Второй младший брат юноши сразу же спросил. Старший брат, он правда твой мастер? Он настоящий бессмертный? Все сразу же замолкли и затаили дыхание, каждый будто боялся пропустить ответ юноши. Выражение лица принца стало серьезным. Он уверенным тоном сказал. А ты как еще думаешь, кем он может быть как небессмертным? Действительно. Младшие братья и сестры стали еще более взволнованными. Они хотели, чтобы Цань Лун помог ему говорить нинцы взять их в ученики. Можете даже не думать об этом. Мастер Бэйсюян сказал, что больше не будет принимать учеников. Даже мы не являемся его учениками, сказал подошедший Дин Фэн. Все они знали кем был Дин Фэн, поэтому не стали с ним спорить, хоть и не хотели принимать реальность. Дин Фэн прав. Мастер ясно дал понять, что больше не будет брать учеников, но я могу попросить брата Дин Фэна взять вас в ученики, сказал Цань Лун. Дин Фэн был ошеломлен. Младшие братья и сестры принца опомнились и решительно поклонились в сторону мужчины, пытаясь напроситься в ученики. Хотя они были разочарованы тем, что не смогут стать учениками бессмертного, но заполучить в лице учителя практика сферы великого мастера тоже было редкой возможностью, которую они не могли упустить. Принц Цань, ты. На лице Дин Фэна появилась горькая улыбка. В будущем мои младшие братья и сестры будут полагаться на тебя. Брат Дин Цань Лун похлопал по плечу Дин Фэна. Стоявшие в стороне генералы и другие люди с высоким статусом начали искать своих детей. Они хотели, чтобы их потомки тоже стали учениками великих мастеров. Глава 2179. Династия Шэньню. Династия Шэньню. Как одна из трех династий, власть Шэньню распространялась на треть континента, но также имела следы в двух других династиях, например. Доказательством этого был Ли Цзюин, которому она тайно помогала. Целью Шэньню, конечно же, было подавить силу династии Тянь Сю И Цзюинь. Так как династия Шэньню была самой древней, у нее было более 20 могущественных великих мастеров. Самый сильный достиг 8 ранга, а самый слабый был на уровне Ли Цзюина. Восемь самых сильных мастеров основали свои секты, а остальные остались при императорском дворе и занимали высокие должности. Братья из семьи Цзюинь, куда они так торопятся? Пробубнил стоявший неподалеку высокий мужчина. Он увидел троицу, влетевшую во дворец, которая, по-видимому, направлялась к императору. Хотя старший среди братьев Цзюинь, великий мастер 4 ранга, немногие смогут сразиться с ними на равных. Почему они такие встревоженные? Интересно, в глазах высокого мужчины засияло любопытство. В следующий момент он попросил нескольких солдат принести его боевое облачение. Облачение было очень тяжелым. Четырем солдатам пришлось попотеть, чтобы принести его, но мужчина с легкостью надел броню. Аура мужчины, облаченного в тяжелую броню, стала еще внушительнее. Затем он взмыл в небо и устремился за тремя братьями Цзюинь. Братья Цзюинь, что вас так встревожило? Троица неслась на всех парах к императору, дабы доложить о произошедшем, но внезапно позади себя услышала ужасающий голос и им он очень сильно не понравился. Старшему брату семьи Цзюинь пришлось обернуться и с натянутой улыбкой поздороваться с мужчиной. Принц Дин Шин, давно не виделись. Дин Шин кивнул и сразу же спросил. Так в чем же дело? Вас кто-то побил, поэтому вы такие помятые и встревоженные? Скажите кто это, я помогу вам проучить его. Старший брат Цзюинь нахмурился. Дин Шин был известным мастером их династии и они часто проигрывали ему. Также мужчина часто задирал как их, так и других мастеров. В общем, одним словом, он был ненормальный. Мы прибыли из Империи Небесного Дракона, но Принц Дин, забудьте об этом, вы не справитесь. Старший семьи Цзюинь сначала хотел воспользоваться возможностью и убить наглеца руками Нинцы, но после посчитал, что это может вызвать большие проблемы. Что? Почему вы не хотите говорить? Не переживайте, вы столько раз помогали мне в моих тренировках, я обязательно отомщу за вас. Зачем вам ходить к моему старшему брату? У него и без воздел по горло, сказал Дин Шин. Мы отправились в Империю Небесного Дракона, чтобы помочь Лицзюину выполнить приказ императора, но встретили его, тихим голосом сказал старший Цзинь. Его Дин Шину стало еще любопытнее. Кого встретили? Он сильный? Сильный? Мы даже не знаем, насколько он сильный, потому что перед ним мы лишь муравьи. Решительно сказал старший Цзинь, огорченно вздохнув. На его глазах снова появилась ладонь Нинцы. Его тело слегка вздрогнуло, когда он подумал, что она могла раздавить его так же как Лицзюина. Даже не знаете, насколько он силен? Хватит нести чепуху. Если вы продолжите увиливать, я побью вас. Сердито пригрозил Дин Шин. Он одной ладонью может разрушить целую гору. Воскликнул старший Цзинь. Ладонью, да целую гору? Ты шутишь? Где ты такого увидел? Я может и смогу разрушить большой валун, но точно не гору. Дин Шин был ошеломлен и посчитал это бредом. Принц Дин Шин, хотите верьте, хотите нет, но наше донесение тесно связано с безопасностью династии Шинь Ню. Мы собираемся доложить об этом императору. Старший Цзинь больше не собирался продолжать разговор с Дин Шинем. Они очень боялись, что если не передадут императору слова Нинцы, то их династия будет стерта с лица земли. Ах, подожди меня. Дин Шин поспешно последовал за троицей. Вскоре четверка приземлилась у ворот роскошного дворца. По обе стороны ворот находились два сильных мастера сферы возвышения шестого ранга. Подобный мастер во внешнем мире мог стать лидером целой секты, а тут он всего лишь стражник императора династии. Принц Дин Шин, вы собираетесь встретиться с императором? Увидев прибывших, двое стражников сразу уже подошли к ним. Передайте сообщение моему старшему брату, что троица братьев Цзинь были избиты. Сказал нетерпеливо Дин Шин. Троица братьев нахмурилась из-за сказанного мужчиной, но из-за его личности они решили промолчать. Они, наоборот, хотели увидеть как он будет выглядеть, когда увидят того юношу. Принц, мы поняли. Двое стражников кивнули, затем один из них вошел во дворец. Примерно через пять минут он вернулся. Император согласился принять вас. Хэй, старший Цзинь, советую вам не нести бред перед моим старшим братом. Он еще более вспыльчивый, чем я. Дин Шин ухмыльнулся и первым вошел в здание. Трои братьев переглянулись и дружно покачали головой, сетуя на высокомерие мужчины. Глава 2180. Гигантский бык. Этот дворец был невероятно роскошным и его высота достигала 10 метров. Здание было самым высоким на всю столицу. Внутри дворец был похож на одно большое произведение искусства. На его стенах были красивые фрески и скульптуры, а в центре стоял высоченный трон. Принц Дин Шин как раз шел к нему. Трое братьев Цзинь шли следом за ним. Когда они подошли к трону, то сразу уже преклонили колени. Хотя они были великими мастерами, глава династии Шин Нью был в полушаге от пика этой сферы. В мире было всего трое мастеров девятого ранга великого мастера. Ими были правители династий. Что такое младший брат? Спросил глава династии у Дин Шина. Брат, трое братьев Цзинь пришли с важным донесением. Я пришел тоже послушать их, ответил Дин Шин. Что за новости? Правитель повернулся к трем братьям. Глава, ваши задания мы провалили, трое братьев посмотрели друг на друга, а затем стыдливо поклонились и доложили о провале. Вам не удалось его выполнить? Неужели Тяньсю как-то помешала вам? Спросил правитель. Да, нам помешал человек, мы не смогли с ним справиться, сказал старший Цзинь. Старший Цзинь колебался, но после ответа начал рассказывать все, что увидел в тот день. Взгляд правителя становился все более и более растерянным. Выслушав все, он встал и немного походил. Его огромное тело находилось рядом с тремя братьями Цзинь, из-за чего тем стало трудно дышать и они отступили на пару шагов. Это правда? Спросил правитель Шинь Нью. Все сказанные нами, чистая правда, иначе мы готовы принять свою смерть. Трое братьев поклялись в честности своих слов. Сила за пределами сферы великого мастера, после той катастрофы как в нашем мире появился столь сильный человек, прошептал правитель Шинь Нью. Дин Шин услышал слова мужчины и был ими потрясен. Старший брат, ты веришь, что в нашем мире есть что-то выше сферы великого мастера? А ты думал, что нет? Позор, мужчина холодно фыркнул. Дин Шин с тревогой посмотрел на старшего брата. Брат, получается, он правда выше сферы великого мастера? Что же тогда делать? Сфера великого мастера уже и так была невероятной, ведь позволяла путешествовать по небу. Дин Шин даже представить не мог, что могло быть лучше этого. Повелитель, у нас еще есть для вас сообщение. Тот человек сказал, что мы либо сражаемся с ним, либо примкнем к империи небесного дракона. Старший Цзинь набрался смелости и быстро проговорил это, а затем склонил голову и зажмурил глаза. Но реакция правителя была совсем не той, о которой они подумали. Он оставался спокойным и его это будто не взволновало. С другой стороны Дин Шин был полон ярости. Тот человек настолько ненасытен, я бы хотел посмотреть, действительно ли он тот, кем себя выдает. Вы трое, а ну показывайте, где он находится. Но, младший брат, не выставляй себя дураком, сердито сказал правитель Шинь Ню. После слегка призадумался и приказал мужчине, следуйте за мной. Куда? Дин Шин был удивлен. Правитель Шинь Ню проигнорировал его вопрос, направляясь к выходу. Четверым мужчинам пришлось последовать за правителем, внутренне они чувствовали нервозность и любопытство, ведь не знали куда их ведет правитель. Мы идем в запретный регион династии Шинь Ню. Правитель Шинь Ню хочет отвезти нас туда. Все четверо были шокированы и не могли сперва в это поверить. В запретный регион мог войти только правитель Шинь Ню. Даже Дин Шин не имел права на вход. По молодости, когда Дин Шин пытался прокрасться внутрь, прошлый правитель поймал его и чуть было не убил. Повезло, что нынешний правитель выпросил прощения для младшего брата и оба разделили наказание. «Брат, ты правда хочешь отвезти нас туда?» В глазах Дин Шина сиял страх. Он отчетливо помнил прошлую свою попытку войти в таинственное место. «Ты боишься? Это просто запретный регион, идем со мной. Теперь я правитель и никто тебя не накажет», — равнодушно проговорил мужчина. Дин Шинь обрадовался и проворчал про себя на старшего брата. Он уже давно интересовался, что же было внутри, и, наконец, сегодня это желание сбудется. Трое братьев Тзинь следовали за Дин Шинь с неким трепетом. Когда правитель Шинь Нью первым вошел на территорию запретного региона, все его тело поглотил густой туман. С их уровнем практики они могли лишь видеть блеклую спину мужчины, но совершенно не знали, что находится вокруг. Вскоре правитель Шинь Нью коснулся какого-то механизма и туман резко рассеялся, открывая перед группой вид на странный храм. Невероятно, старший брат Тзинь был ошеломлен. В запретном регионе находился огромный храм, но почему они не видели его снаружи? Глаза правителя Шинь Нью стали более почтительными. Он повел четверых в зал. Войдя внутрь, люди снова поразились сценой. В центре храма стоял огромный красный бык высотой в 30 метров. Его рога были длинными и завитыми, как у дракона. Он смотрел на них глубоким взглядом, его глаза были похожи на драгоценные камни. Все тело быка было окутано множеством железных цепей, залитых кровью. Вся атмосфера в храме была очень странной. Предок. Правитель Шинь Нью встал на колени перед быком. Предок. Дин Шин был ошеломлен, а трое братьев Тзинь застыли и тут же услышали голос правителя. На колени перед предком клана Шинь Нью. Бух. Все четверо опустились коленями на землю. На глазах Дин Шина искрился шок и замешательство. Неужели у их клана есть предок? Что вам нужно? Медленно спросил гигантский бык. Глава 2181. Не пора ли ему вернуться? Предок. Появился тот, кто находится за пределами сферы великого мастера. Он хочет уничтожить нашу династию. Я прошу предка помощь, сказал правитель Шинь Нью. За пределами пятой стадии очистки Ци. Сами не решите эту проблему. Голос гигантского быка стал очень холодным, а его тело с лего нагнулось вперед, напугав тем самым людей. Внезапно на всех пятерых нахлынуло очень тяжело давление. Трое братьев Тзинь были самыми слабыми, поэтому давление заставило их выплюнуть подступившую к горлу кровь. Принц Дин Шин рухнул на землю, только правитель Шинь Нью смог устоять, но держался из последних сил. Примерно через пару вздохов давление пропало и все почувствовали облегчение. У меня остался один святой артефакт, возьмите его. Убейте того наглеца и не забудьте вернуть мне его. Пасть гигантского быка приоткрылась и из нее вылетел длинный меч. Он вонзился в землю перед правителем Шинь Нью с жужжащим звоном. Аура меча была даже сильнее, чем аура гигантского быка. Правитель Шинь Нью был удивлен, он сразу уже подошел к мечу, желая взять его, но в итоге не смог сдвинуть с места. Куда спешишь? Я еще не убрал защитную формацию. Даже я не смогу поднять его, что уж говорить о вас, гигантский бык рассмеялся. Затем из его уст вырвалась пара загадочных слов, которые материализовались в золотой луч и вошли в меч. Мгновением после аура меча начало ослабевать и вскоре перестало быть столь ужасающей, как раньше. Правитель Шинь Нью наконец смог вытащить его из пола. Мужчина сразу же почувствовал ауру меча, а затем эта аура будто начало усилит его тело. Брат, ты. Дин Шин был поражен. Неужели я нахожусь за пределами великого мастера? Невероятная сила. Правитель Шинь Нью посмотрел внутрь и обнаружил, что духовной цив в его теле стало в десятки раз больше. В этот момент он был уверен, что сможет убить себя прошлого одним взмахом меча. Спасибо, предок. Правитель Шинь Нью поклонился быку. Убирайтесь, проворчал бык. Да, мужчина кивнул и поспешно ушел вместе с остальными. Брат, твоя практика. Дин Шин напоследок посмотрел еще раз на храм, а затем на старшего брата. Да, моя сила сейчас находится за пределами великого мастера. Это благословение я получил от этого длинного меча. Вы слышали, как предок назвал его? Это святой артефакт. Теперь вы знаете, что давным-давно мы принадлежали к роду бессмертных, сказал правитель Шинь Нью. Дин Шин и трое братьев Цзинь были потрясены. После увиденного они еще долго будут переваривать это. С этим мечом нам больше нечего бояться. После слов правителя беспокойство в сердце правителя Шинь Нью поутихло. Вскоре после того, как люди покинули территорию запретного региона, глаза гигантского быка снова открылись. Он посмотрел в небо мрачным взглядом и тихо прошептал. Прошло столько лет, не пора ему вернуться. Империя бога захвачена и попала под единое начало империи небесного дракона. В империи небесного дракона есть целых 300 мастеров возвышения и 6 великих мастеров. Все они из семьи Чжаа. Есть подозрение, что в империю небесного дракона с небес спустился бессмертный под именем Нин Бэйсюань. В империи небесного дракона появился храм в его честь и многие верующие присоединяются к нему. Различные новости, подобно шторму, распространились по всей династии Тяньсю. Когда все услышали о произошедшем, многие империи испугались, что империя небесного дракона нападет на них, поэтому послали своих послов в целях заключения союза. Город Бэйсшань узнал обо всех новостях одними из первых. Многие мастера боевых искусств и простые люди были взволнованы, ведь они не ожидали, что сила семьи Чжаа будет такой высокой. Когда Хуан Батянь услышал новости, в тот же день получил от своей дочери письмо. Мужчина выглядел очень напуганным. Он направился к дому Чжаа и был готов отдать все имущество семьи Хуан, но дверь дома Чжаа была закрыта, что еще сильнее его обеспокоило. В конце концов, он принял решение отправиться в столицу из-за написанного письма дочери. Ему нужно как-то решить неприязнь между его семьей и семьей Чжаа, иначе в будущем не избежать проблем. Да, я мамы клянусь, видел все своими глазами. Жаль, что ты все проворонил. Смотри сюда, видишь яму, она осталась после удара бессмертного бэйсюаня. Думаешь сотворить подобное может великий мастер? На это способен только бессмертный, спустившийся на землю. Рядом с огромным отпечатком ладони, оставленным нинцы, собралась толпа. Многие были последователями храма бэйсюаня. Они рассказывали прибывшим, что произошло в день сошествия бессмертного. Остальные же с восхищением слушали их и смотрели на отпечаток. В этот момент, рядом с гигантским отпечатком ладони стояли трое мужчин и две женщины. Они молча ощущали странную ауру, исходящую от отпечатка. В конце концов, самый высокий мужчина повернулся к своим товарищам и сказал, может новости, которые мы получили и правдивы. Это все не уловка империи небесного дракона, а действительно дело рук бессмертного. Мастер, неужели бессмертные существуют? Наша династия тяньсю в опасности. На лицах двух мужчин и женщин появился оттенок страха. Если сила того мастера столь высока, как долго они смогут продержаться под его напором? Чтобы узнать, правда это или нет, нужно увидеться с ним, сказал правитель тяньсю. Им предстояла встреча с легендарным бессмертным бэйсюанем. Император, правитель тяньсю прибыл. Стражник цяньсюя взволнованно вбежал в зал. Сейчас, помимо императора, в зале находились Джа-Джо, Динфын и другие высшие силы империи небесного дракона. Они обсуждали план атаки на другие империи, а затем полное поглощение династией тяньсю, но неожиданно сам правитель династии пришел к ним. Глава 2182 Я пришел убить бессмертного. Приведи его, ответил цяньсюй. В прошлом, когда сюда приходил правитель тяньсю, ему приходилось встречать его за сотню миль от столицы, но сейчас все было иначе. В его империи теперь целых шесть великих мастеров и сотни практиков сферы возвышения. Теперь его империя превратилась в непобедимого монстра для династии тяньсю. Спустя время в зал вошли пять фигур. Многие люди в зале сразу же забеспокоились. В конце концов, влияние правителя тяньсю давно было известно им всем. Правитель тяньсю, вы сегодня здесь лично. Мне жаль, что я вас заранее не встретил. Надеюсь, вы не будете винить меня. Цяньсюй подошел к мужчине и с легкой улыбкой поздоровался. Правитель тяньсю кивнул ему и сразу перешел к делу. Цяньсюй, я не буду ходить вокруг да около. Цель моего визита – встретиться с бессмертным Бэйсюанем. Можно ли как-то организовать встречу? Цяньсюй был ошеломлен, а затем посмотрел на Цяньлуна. Мастер ушел в закрытую тренировку. Я не знаю, когда он выйдет и сможет с вами встретиться. Цяньлун встал и ответил правителю. В глазах четырех учеников правителя тяньсюй вспыхнул гнев. Кого в этом мире не мог увидеть их мастер. Сегодня он лично прибыл в империю небесного дракона. Да они плясать от счастья должны, но повели себя грубо. Но я могу передать ему, что вы пришли. Пожалуйста, пройдемте со мной, сказал Цяньлун и направился к выходу из зала. Правитель тяньсюй спокойно последовал за юношей. Он обладал высокой силой и закалил характер, так что совсем не сердился на отношения здешних людей. В глубине императорского дворца находился небольшой, отрешенный внутренний двор. Он был простым и незамысловатым. Цяньлун привел пятерых ко входу, а затем вошел внутрь. Мастер этот бэйсюйань совсем обнаглел, он заставляет вас лично ждать его. Одна из учениц недовольно пробормотала. Хотя остальные трое молчали, но были согласны со словами своей сестры. Люди, не груби, сказал правитель тяньсю. Да, мастер, девушка кивнула. Спустя время Цяньлун вернулся и сказал. Правитель тяньсю, мастер согласился увидеть вас, но он делает упражнения. Вы можете войти, но пока он не закончит, вам нельзя его беспокоить. Он тренируется, но обычно никто не позволяет наблюдать за тренировками другого. Им можно войти. Даже правитель тяньсю посчитал это странным, но поскольку им разрешили, то стоять у порога не было смысла. Когда они вошли, нинцы практиковал тайчи. Юноша все больше и больше считал, что в движениях тайчи скрыт секрет, но при своей нынешней практике он не мог распознать его. Однако с тех пор, как он начал практиковать эту технику, его бессмертное и дьявольское тело стали более гармоничными. Если я доведу тайчи до пика, то, возможно, все виды сил в моем теле объединятся. Если я действительно смогу достичь этого, кто сможет тогда утверждать, кто я на самом деле, бессмертный или демон. Что это за техника? Такая медленная. Ученики правителя тяньсю ничего не понимали, но сам правитель осознал, что в столь простых движениях заключено что-то, чего он не понимал, но ощущал своим сердцем. Примерно через полчаса ученица по имени Люйде не сдержалась и тихо сказала. Да этой техникой даже трехлетнего не убьешь. И мы, Цань Лун холодным взглядом посмотрел на девушку. Люйде, замолчи, пригрозил правитель тяньсю. Мастер, но младшая сестра верно сказала, как этим можно кого-то убить. Хэм, в это время Нинцы медленно сжал кулак и посмотрел на прибывших с легкой улыбкой. Когда правитель тяньсю увидел это, на его лице появилось небольшое смущение. Он шагнул вперед и сказал. Мастер, мои ученики молоды и невежественны. Не обижайтесь на них. Ничего страшного, обычным людям не понять смысла тайчи. Вот если бы они его поняли, тогда это было бы ненормально, сказал Нинцы. Хэм, строит из себя загадочного, хмыкнула Люйде. Она изначально была недовольна так называемым бессмертным Бэйсюаним, а все потому, что он обидел ее мастера. Ты сейчас договоришься, сердитым тоном сказал Цань Лун, уставившись на девушку. Атмосфера становилась напряженной. Нинцы махнул рукой Цань Луну, а затем спросил. Зачем пожаловали? Слышал, что вы бессмертный. Я никогда таких не видел и пришел узнать, действительно ли существует бессмертие, ответил правитель тяньсю. Бессмертие? Ха-ха, даже так называемые бессмертные в итоге умирают. Если и существует бессмертие, то им владеет только он. Нинцы улыбнулся и посмотрел на небо. Циолю сказал, что даже бессмертный монарх с невероятно большой продолжительностью жизни рано или поздно умирает. Только небесный закон, неосязаемый для людей, вероятно является настоящим бессмертным. Единственное, что было загадкой, имел ли он свою волю или это просто порядок вселенной? Бессмертные тоже умирают? Мужчина был ошеломлен, а затем в его глазах вспыхнул ужас. Если юноша говорил правду, неужели он действительно спустившийся с небес бессмертный? Вы получили то, зачем пришли? Пожалуйста, уходите. Нинцы махнул рукой на группу. Неужели он правда думает, что бессмертный? Ученики правителя Тяньсю хмурыми взглядами уставились на юношу. О, у нас гости, интересно. Нинцы внезапно посмотрел на небо и улыбнулся. Мгновением после по пространству раздался громкий вопль. Я, правитель Шэньню, пришел убить бессмертного. Глава 2183. Опьяняющая сила правитель Шэньню, десятки миллионов людей в столице небесного дракона с изумлением посмотрели в небо. Большинство невольно задрожали, ведь правитель Шэньню был невероятной фигурой. Одним из трех сильнейших мастеров их мира. Никто не ожидал, что подобный человек лично прибудет в столицу. Пришел убить бессмертного? Неужели он это говорил о бессмертном Бэйсюане? Вот это да, что и следовало ожидать от правителя династии, храбрости ему не занимать. В одном из мест столицы собрались генералы прошлой империи Бога. Они не смогли принять участие в прошедшей войне и, узнав о поражении, решили собраться здесь, внутри императорского дворца. Когда Цэньсю и другие услышали голос правителя Шэньню, все тут же поспешили выйти из зала. Люди посмотрели в небо и увидели крупного мужчину в серебряных доспехах. Он был необычайно высоким, в два раза выше, чем обычный человек. Его рост был больше трех метров. Это правитель Шэньню. В нашем мире только кровь их клана может наделить человека столь внушительным телом. Он пришел убить бессмертного Бэйсю Аня. Неизвестно, какова его истинная цель, но сегодня он умрет. Люди обсудили происходящее, а затем посмотрели на Динфына и других. Правитель Шэньню. Люди и остальные посмотрели на фигуру в небе. Он тоже здесь. Не может быть. Правитель Цэньсю слегка нахмурился и косым взглядом посмотрел на Нинцы. Мастер, видимо, пока вы не решите дело с правителем Шэньню, их династия не согласится подчиниться нам, сказал Цань Лун. Нинцы рассмеялся. Так вот почему он такой смелый? Правитель Цэньсю удивленно спросил. Что вы имеете в виду? Не знаю почему, но вам повезло, что династия Шэньню не поглотила вашу династию и династию Цзэцзюнь, сказал юноша. Что? Да наш мастер может убить правителя Шэньню одним ударом. Сказал Люди. Что это значит? Лицо правителя резко потемнело. Видишь в его руке меч? Это святой артефакт. Убить таким можно даже мастера второй ступени, объяснил юноша. Вторая ступень. Правитель Цэньсю и Цань Лун оба побледнели. Люди и другие ученики посмотрели на Нинцы словно на лжеца. Какие еще ступени? Они никогда не видели никого выше великого мастера. А значит, такого не существовало. Ну, где этот хваленый бессмертный, спустившийся на землю? Он испугался выйти наружу? Цэньсю, как долго ты будешь прятать его во дворце? Голос правителя Шэньню разнесся по всей столице. Да как он посмел оскорбить бессмертного Бэйсюаня? Если бессмертный разозлиться, правителю Шэньню конец. Тебе не жить. Со стороны столицы в сторону правителя Шэньню раздались гневные вопли. Мужчина посмотрел вниз и слегка нахмурился. На него посмели кричать даже те, кто не находился в сфере возвышения. Это были какие-то муравьи. Да как они посмели даже рот открыть? Трое братьев Цзинь и Дин Шэнь для своей безопасности держались подальше от столицы. Когда принц Дин услышал, как его старшего брата оскорбляют, он сильно разозлился. Старший Цзинь поспешно попытался успокоить его. Принц Дин, не сердитесь, скоро все они умрут. Так что пусть говорят, что хотят. Хэм, действительно, пускай перед смертью подышат. Хмыкнул Дин Шэньню. Правитель Шэньню, ты не отправился в династию Цэньсю, а сразу же приехал в мою маленькую империю? Спросил Цэньсюй. Хотя он не умел летать, его голос был лишь немногим тише, чем у прибывшего мужчины. Дин Фэн и другие стояли рядом с Цэньсюей ледяными взглядами смотрели на правителя Шэньню. По их взглядам казалось, что мужчина для них был уже мертвецом. Так он выйдет или нет? Я слышал, что у вас есть бессмертный. Сегодня я пришел убить его. Крупный мужчина в небе продолжал смеяться, высвобождая свою необузданную ауру. Эта аура превосходит сферу великого мастера. Правитель Шэньню совершил прорыв. Люди были потрясены и сомневались в своих суждениях. Нынешняя аура Шэньню превысила правителя Цэньсю. Этому было лишь одно объяснение. Мужчина достиг новой сферы. Это все из-за меча? Правитель Цэньсю сообразил, что не сам правитель Шэньню совершил прорыв. Вся его сила сейчас шла от меча. Он подумал о том, что сказал ему ранее Нинцы и начал в это верить. Не зря он сказал, что моя династия и династия Цэцзюнь слабее Шэньню. Я даже не представлял, что у него есть что-то подобное. Если хочешь все знать, спроси у него, улыбнулся Нинцы. Мастер пришел сюда не ради него. Проворчала Люиде. В глубине души она восприняла слова Юнаши так, будто он сам боялся выйти на встречу с правителем Шэньню. Правитель Цэньсю так не думал. Он резко устремился в небо, в направлении высокого мужчины. Правитель Цэньсю, ты тоже здесь? Правитель Шэньню был слегка ошеломлен. Манню, ты совершил прорыв? Поинтересовался Цэньсю. Верно. На лице Манню появилась легкая улыбка. Он закрыл глаза, ощущая внутри себя прилив силы. От этой силы он даже пьянел и хотел, чтобы она осталась у него навсегда. Жаль, что меч придется отдать предку, после того, как он убьет притворщика. Когда же ему вновь удастся ощутить подобную силу он не знал, но Манню не питал жаждой завладеть мечом, а точнее сказать не осмелился. Глава 2184. Он вернул его из мертвых. Все же твоя сила идет от этого меча. Глаза Цэньсю были ясны. Он давно знал Манню. В молодости оба часто соревновались и имели равный талант. Мужчина просто логически не был способен сделать такой высокий скачок в практике, опередив его на несколько сотен лет. Цэньсю, ты пришел сюда, чтобы объединиться с ним против меня? Спросил мужчина в расслабленной манере. И что если так? Ухмыльнулся Цэньсю. Тогда я убью тебя этим мечом. Твой самый лучший ученик лишь на пятом ранге великого мастера. Он не сможет удержать династию Цэньсю. Я заберу твою землю и уничтожу твой род. Решительно ответил Манню. Я хочу ощутить твою новую силу. Почему бы не сразиться? Может тогда я скажу тебе свой ответ? Предложил Цэньсю. Тогда не вини за безжалостность. У меча нет глаз. Правитель Шэньню рассмеялся и его огромное тело моментально предстало перед Цэньсю. Практики в столице были поражены, а ученики Цэньсю сильно нервничали. Бум. В небе раздался грохот, но менее чем через минуту Цэньсю проиграл под напором Манню. Цэньсю, если ты встанешь на мою сторону, я избавлю тебя от смерти. Лица обоих были очень близко. В глазах Манню сияло легкое разочарование. Соперник, с которым он боролся столько лет, оказался сейчас таким слабым. Это сила за пределами великого мастера. Цэньсю был бледен, но не терял улыбки на своем лице. Я рад, что почувствовал эту силу перед смертью. Хэм. Манню холодно фыркнул и вонзил меч в тело мужчины. Цэньсю соскользнул с длинного меча и упал в сторону Нинцы. Правитель Цэньсю мертв, Цэньсю и другие были в смятении. На их глазах глава одной из династий умер за считанные мгновения. Мастер. Люди и другие ученики издали горестные вопли и устремились вперед, дабы поймать Цэньсю. Однако их опередила фигура, которая ловко схватила падающего мужчину. Мастер Бэйсю Ань. Это глава. Наш глава храма. Теперь правитель Шэньню точно умрет. Глава храма раздавит его как младенца. Столица закипела восклицаниями. Будь то практик или простой человек, каждый смотрел на Нинцы фанатичным взглядом. Отпусти мастера. Люди взревела и замахнулась на спину юноши клинком. Да как ты посмела. Цань Лун бросился вперед, но не успел, так как меч девушки обрушился на спину Нинцы. Однако тело юноши было покрыто светло-золотым барьером и клинок оказался против него бесполезен. Цань Лун облегченно выдохнул и уставился на Люди гневным взглядом. Эта женщина снова и снова выступает против его мастера. Если бы ему отдали приказ, то он бы ее точно придушил. Люди не хотела сдаваться, но старшие братья и сестра остановили ее. Младшая сестра, успокойся. Но мастер в его руках. У старшего нет причин убивать мастера. Давай просто понаблюдаем. Люди постепенно успокоилась и с горечью посмотрела на правителя Шэнь Ню. После ее взгляд снова вернулся на Тянь Сю, находившегося в руках Нинцы. В этот момент аура мужчины была очень слабой. Так ты тут у нас бессмертный? Ха-ха. Ну может быть в тебе что-то доесть. Ман Ню ухмыльнулся, но сделал это специально, дабы скрыть нарастающий страх. Если бы не меч в его руках, то он, безусловно, проиграл бы юноше. Шестое чувство подсказывало ему, что перед ним находился настоящий монстр. Наконец-то, я увидел силу выше великого мастера, правда заплатил за это слишком большую цену, сказал умирающий Тянь Сю. Да ты не переживай, все будет нормально, улыбнулся Нинцы. Правитель Шэнь Ню разозлился на то, что Нинцы по-доброму относился к Тянь Сю и хотел было напасть, но внезапно увидел, как из рук юноши вырвался белый свет. Когда белый свет вошел в тело Тянь Сю, все раны на теле мужчины начали заживать, а вместе с этим восстанавливалась и его практика. Менее чем за пару минут правитель Тянь Сю выглядел так, будто с ним ничего и не происходило. Все, что напоминало о его ранах, это потрепанная одежда. Нинцы отпустил мужчину, позволив тому самостоятельно стоять в небе. Тянь Сю удивленно ощупал свое тело и грудь, которую недавно пронзил меч Ман Ню. Он был уверен, что тираны были реальны, но от них ничего не осталось. Он вернул его из мертвых. Вот она, сила бессмертного. Люди, наблюдающие за происходящим, стали верить в богоподобную сущность Нинцы еще сильнее. Мастер, мастер. Люди уставилась на мужчину. Осмотрев его и убедившись, что он цел, ее напуганный взгляд упал на Нинцы. То, что только что сделал юноша, выходило за рамки ее понимания. Постой в сторонке, сказал Нинцы мужчине. Тянь Сю сразу же отошел в сторону. В это время юноша резко появился рядом с правителем Шэнь Ню и посмотрел на его меч. Ох, так это поврежденный святой артефакт, кто тебе его дал? Ман Ню выглядел растерянно и совсем позабыл о мече в своей руке. Он был поражен сценой возрождения Тянь Сю. Глава 2185. Я отведу тебя к предку, заметив, что мужчина молчит, Нинцы потянулся к его мечу и притянул к себе. Клинок, оказавшись в руках юноши, начал сопротивляться и противостоять Нинцы, ведь тот не был его хозяином. Однако все его потуги были подавлены бессмертной Ци. В то же время сила в теле Ман Ню, полученная от клинка, начала исчезать. Только тогда мужчина опомнился и был поражен. Он не понимал, каким образом противник отобрал у него меч. Пока он направлялся сюда, в голове проиграл множество разных ситуаций, которые потенциально могли произойти, но такого исхода он точно не предполагал. На глазах у всех его аура резко уменьшилась. Когда Тянь Сю увидел это, на его лице появилась широкая улыбка. Теперь он окончательно убедился, что эта сила правителя Шэнь Ню была позаимствована мечом, но насколько же тогда высока практика Нинцы? Размышляя об этом, Тянь Сю посмотрел на юношу более уважительно. Он убедился, что Нинцы был сильным и, безусловно, превзошел сферу великого мастера, тем более эта сила была его собственной, а не заимствованной как у Ман Ню. Аура правителя Шэнь Ню ослабла. Так вся его сила была из-за меча. Что же это за меч такой? Раз он повысил силу правителя Шэнь Ню как минимум в 10 раз, люди любопытно рассматривали меч в руках Нинцы. Юноша также осматривал его, а затем слегка согнул пальцами кончик меча и сломал острие. Правитель Шэнь Ню выпучил глаза, он был в ужасе от увиденного. Затем Нинцы повторил это и вскоре в его руках осталась лишь рукоять. Сломанные части попадали на землю, образуя глубокие ямы. Люди, что стояли рядом, ощущали еще не полностью исчезнувшую ауру святого артефакта. Так кто говоришь тебе дал этот артефакт? Нинцы выбросил рукоять меча и, улыбаясь, обратился к Манню. Ты, ты сломал святой меч моего предка? Испуганный Манню не хотел верить своим глазам. Он был глубоко напуган силой Нинцы и не представлял, как объяснить произошедшее своему предку. Твой предок отдал его тебе? Видимо, он особенный человек. Хорошо, отведи меня к нему, сказал юноша. Ни за что. Ты не достоин видеть моего предка. Он настоящий бессмертный, а ты подделка. Воскликнул мужчина, высвобождая гнев, вперемешку со страхом. Дин Шин и трое братьев Цзинь находились в прострации. Они уже задумали убежать отсюда после увиденной силы Нинцы. Ранее принц Дин думал, что братьев Цзинь одурачили, но увидев все своими глазами, он полностью потерял свою уверенность и высокомерие. Недостоин? Нинцы мягко улыбнулся и тут же высвободил бессмертную Ци. Энергия, подобно острому копию, пробила плечо Манню. Зрители на земле увидели на плече мужчины кровавую дыру, из которой сочилась багровая кровь. Подобная атака была не особо серьезной для кого-то уровня Манню, но так как удар был получен от Нинцы, все было иначе. Помимо физической раны, бессмертная Ци начала поражать душу мужчины. Глубокая боль мгновенно захлестнула Манню, из-за чего тот начал биться в конвульсиях. Нинцы подошел ближе к нему и одной ладонью поставил на колени, при этом успокоив его трясущееся тело. Столица была поглощена гробовой тишиной. Народ столицы смотрел на сцену в небе будто на иллюзию. Он действительно бессмертный. Люди, которые до сих пор не верили про рассказы о том, что Нинцы бессмертный, начали сомневаться в своих суждениях. Тот же, кто верил, стал восторженно выкрикивать его имя. «Я собираюсь тебя убить». Нинцы поднял ладонь и предупредил мужчину. «Подожди». Манню побледнел. Страх в его глазах уже нельзя было скрыть. Он не хотел умирать, ведь многого достиг и было обидно это терять. «Я отведу тебя к предку», – пробубнил мужчина. Пошли, улыбнулся Нинцы. В следующий момент в небе вспыхнул яркий свет, а когда он рассеялся никто не нашел следов Нинцы и Манню. «Способности господина Бэйсюэня невероятны, вот она сила бессмертного». Взволнованно сказал один из последователей храма бессмертного Бэйсюэнь. Вера в то, что юноша был равен Богу, продолжала укрепляться в сердцах людей. Легенда, о которой знал почти каждый, перестала выглядеть как сказка для детей. «Запретный регион. Быстрее возвращаемся», – сказал принц Диншин и устремился обратно в столицу династии Шэньню. Трое братьев Цзинь поспешно последовали за ним. Глава 2186. Божественный император Бэйсюэнь. Мастер, вы в порядке? Люйде подлетела к Тяньсю, когда нинцы и повелитель Шэньню исчезли. За девушкой следом отправились трое других учеников. Каждый смотрел на мужчину с любопытством, будто пытались понять, были ли вылечены его прежние раны. «Все хорошо», – Тяньсю кивнул, а затем обратился к своей ученице. «Мастер Бэйсюэнь обладает великой силой. В следующий раз не грубите, иначе даже я не смогу спасти вас». «Хорошо, мастер, я поняла», – Люйде кивнула со страхом на глазах. «Правитель Тяньсю, вы остаетесь?» – раздался вопрос Тяньсюэя. Мужчина кивнул. «Империя небесного дракона уже была другой. Более того, он снова хотел увидеть нинцы. Это оно, династия Шэньню, запретный регион». Нинцы держал в руки Манню и осматривал запретный регион. Юноша был удивлен, что не мог разглядеть странный, густой туман. Раз так, то получается, что создавший его мастер был выше по практике. Однако он проверил весь континент и самым сильным был практик сферы Боевого Короля. По сравнению с Империей Циньтан, весь этот континент был на порядок слабее. Как же тут оказался кто-то, кто превосходил его практикой? К кому принадлежит предок правителя Шэньню, к бессмертным или демонам? Предок вон там, бледный мужчина кивнул. В детстве он видел силу своего предка, но тот оказался в ловушке, из которой не мог выбраться, но даже так, с его силой он мог убить любого в пределах тысячи миль. Когда ты пойдешь, предок покажет тебе, что такое настоящий страх. Подумал про себя правитель Шэньню. Пойдем, Нин Ци отпустил мужчину. Правитель Шэньню восстановил равновесие в воздухе, посмотрел на юношу безо всякого выражения и направился в густой туман. Вскоре двоица пришла к древнему храму. Когда Нин Ци оказался у двери, то почувствовал ужасающую ауру, таящуюся внутри. Он предположил, что она была сравнима с той, которую он получал при открытии седьмых внутренних врат. Предок, мне стыдно говорить, но этот человек победил меня, поэтому я привел его. Он хочет встретиться с тобой. Опустив голову, правитель Шэньню встал на колени у двери храма. Мужчина выглядел печальным. Спустя пару секунд из храма раздался голос. Понятно, впусти его. Предок разрешил тебе войти, сказал Манню. Нин Ци с улыбкой вошел в храм. Там он увидел огромного быка, опутанного бесчисленными железными цепями. Оба смотрели друг другу в глаза, но когда у одного в глазах было лишь любопытство, у другого шок и потрясение. Божественный император, ты вернулся. Гигантский бык внезапно взревел. Казалось, он хотел броситься к Нин Ци, но потянул за железные цепи и издал болезненный стон. Божественный император. Нин Ци резко нахмурился. В его мыслях появилась женщина в нефритовом пруду. Снова это странное ощущение и снова кто-то его знает. Неужели это все из-за его прошлой жизни, император? Разве вы не узнаете меня? Я желанию. Бык продолжал тянуться к юноше, но цепи ему не позволяли приблизиться даже на метр. Я не знаю на каком уровне практики была та женщина, но уверен, что на очень высоком. Что же до быка предо мной? Он равен демону средней стадии. В глазах Нин Ци появился оттенок подозрительности. Стоявший снаружи правитель Шэнь Ню был ошеломлен и чуть не упал на землю. Он хоть и не видел того, что происходит в зале, но все отчетливо слышал. Почему предок называет его божественным императором? Губы мужчины дрожали, глаза заполонил страх. В его сердце появилась ужасающая догадка. Скажи мне, как меня зовут? Спросил Нин Ци с легкой улыбкой. Гигантский бык на мгновение изумился вопросу, но затем постепенно успокоился и со сложным взглядом ответил. Вы Бэйсюань, божественный император Бэйсюань. Видимо, вы прошли круг перерождения, в глазах быка появилась печаль. Он начал корить себя. Я был заперт слишком долго. Глупый, какой же я глупый. Божественный император Бэйсюань стал таким слабым. Бэйсюань? Божественный император Бэйсюань? Блеск в глазах Нин Ци стал туманным. Что за совпадение такое? Как так получилось, что псевдоним Бэйсюань оказался его именем в прошлой жизни? Император, поторопитесь и уходите. Семья Сюй пристально наблюдает за этим местом. Если они найдут вас, боюсь, что вам снова придется ждать перерождения. Лучше наберитесь сил и только тогда возвращайтесь сюда, освободить мой аватар. Что же до других? Думаю, с помощью вашей особой божественной силы вы сможете их найти, пробубнил гигантский бык. Семья Сюй лицо Нин Ци слегка побледнело. Он ранее задумывался о тех символах, но за исключением клана Цзян. Об остальных он ничего не знал. Неужели семья Сюй одна из них? Император, прошу, не оставайтесь здесь и быстрее уходите. Каждую тысячу лет семья Сюй осматривает это место. Через три года как раз наступит конец тысячелетия. Если они вас найдут, вам некуда будет бежать. Увидев остолбеневшего Нин Ци, бык стал очень встревоженным. Люди, которых я знал в прошлой жизни, либо мертвы, либо заточены в тюрьмы. Видимо, в прошлой жизни меня действительно победили. Нин Ци уничижительно улыбнулся над собой, затем поднял взгляд на быка. Как тебя зовут? В глазах быка тут же появился высокомерный оттенок. Король Нюма один. Юноша увидел в глазах быка несломленную волю и гордость. В этот же момент он ощутил прилив таинственной ауры, намного превосходящей сферу демона. Король Нюма пробубнил про себя Нин Ци. Божественный император, запомните мое имя, что же касается всего, что произошло в прошлом. Однажды вы все вспомните. Теперь, быстрее уходите. Радостным голосом проговорил бык. Я выпущу тебя. Решительно сказал Нин Ци и взял в руки меч убийцы драконов. Один. Король Нюма, персонаж из романа «Путешествие на запад». Глава 2187. Следующий ход. Нет. Король Нюма был поражен предложением юноши. Если я сбегу, семья Сюй начнет поиски. Тогда они не только уничтожат моего аватара, но также узнают о вашем перерождении. Среди нас всех, вы единственный, кто может скрываться от взора небес. Вы не должны выставлять себя на показ из-за меня. Нин Ци был ошеломлен, ведь начал догадываться, почему человек Семи Цзянь назвал его клейменным. Видимо, он сделал это сам в своей прошлой жизни. За пределами храма правитель Шенню со страхом посмотрел на открывшуюся дверь, откуда вышел Нин Ци. Относись к своему предку подобающе. Когда юноша проходил мимо мужчины, он легким тоном наставил его. Когда Ман Ню поднял голову на Нин Ци, тот исчез. Однако он тут же почувствовал, как в его тело входит теплая энергия, восстанавливающая его тело. Такие невероятные способности, пробормотал про себя правитель Шенню. Когда Дин Шен и три брата Цзинь прибыли в запретный регион, их встретил полностью здоровый мужчина. Брат, твои раны. Дин Шен был удивлен. Он помог мне, тихим голосом ответил мужчина. А где он убит предком? Дин Шен покосился на вход в храм. Заткнись, не мили чепухи. Он знает предка и, скорее всего, когда-то был великой фигурой в бессмертном мире, мы не вправе говорить о нем. Поспешно сказал Ман Ню. Дин Шен слегка нахмурился. Брат, это правда? Правитель Шенню больше не обращал на него внимания. Он просто низко поклонился в сторону храма, а затем ушел. Дин Шен и трое братьев Цзинь последовали за ним. Покинув запретный регион, правитель сказал младшему брату. Ступай в империю Небесного Дракона. Если их империя нападет на династию Тянь-Сю и Цзинь, поддержи ее. Что, брат, хочешь сказать, что я должен служить империи Небесного Дракона? Принц Дин был поражен. Трое братьев Цзинь также пребывали в шоке. Так и есть, с сегодняшнего дня наша династия будет подчиняться империи Небесного Дракона. Все ясно? Сказал Ман Ню и более решительным голосом предупредил. Не стоит сомневаться в силе того человека. Одним своим пальцем он может уничтожить нашу династию. Мы с тобой для него как муравьи. Когда Дин Шен услышал слова старшего брата, его сердце упало в ледяную бездну. Что же видел и слышал его брат? Почему за такое незначительное время он стал так сильно бояться того парня? Империя Небесного Дракона. Дворец. Цянь-Сю и Цянь-Сю и сидя в зале, общались о разных вещах. Когда-то подобное было невозможно, но сейчас все иначе. Пару месяцев назад семья Чжа была лишь небольшой семьей в отдаленном городе Байшань. Сейчас же она могла сидеть в императорском дворце рядом с остальными великими людьми. Многие прошлые великие семьи, что даже не смотрели на них, сейчас пытаются разными способами заинтересовать их и наладить связи. Патриарх Чжа, я слышал слух, что старшего Бэйсю Аня нашла ваша старшая дочь. Это правда или нет? Цянь-Сю внезапно обратился к Чжа-Чжо. Многие в зале тут же посмотрели на Чжа-Чжо, которая сидела рядом со своим отцом. Лицо девушки слегка покраснело. Она подумала о том дне, когда возвращалась домой. Если бы она проигнорировала нинцы, то сейчас их семья Чжа все еще была незначительной семьей. Возможно, ей бы не удалось избежать того брака. Ну, патриарх Чжа засмеялся. Он не знал, как ему ответить на подобный вопрос. Ведь расскажи он правду. Это могло не понравиться нинцы. Да, мисс Чжа забрала меня к себе домой. В это время в зале появился нинцы. Люди были ошеломлены и начали до чертиков завидовать семье Чжа. Будь они в тот день в нужном месте, то, возможно, их отношения с юношей были бы такими же прочными, как у семьи Чжа. Слегка вздохнув, все поспешно встали и поприветствовали нинцы. В душе люди задавались вопросом, что же сделал нинцы в династии Шэнь-Ню. Он всех убил или пощадил? За помощь мисс Чжа я пообещал ей сделать семью Чжа первой в Империи Небесного Дракона, добавил нинцы и сел на самом высоком месте. Сделать семью Чжа первой? Люди впервые об этом слышали. Чжа-Чжо и другие, напротив, посмотрели на юношу со странным предчувствием. С помощью нинцы их семья уже стала одной из сильнейших. У них были сотни мастеров возвышения и пара экспертов сферы Великого Мастера. В каком-то смысле они уже являлись сильнейшей семьей в Империи Небесного Дракона. Многие присутствующие дико завидовали семье Чжа. Мастер Бэйсю Янь, спасибо за то, что вы сделали. Чжа-Жо поклонилась нинцы. Однако, когда юноша посмотрел на нее, сердце девушки загадочно затрепетало. Нинцы улыбнулся, затем пострел на Тяньсю. Династия Тяньсю войдет в состав Империи Небесного Дракона, вы не против? Нет. Решительно кивнул Тяньсю. Четверо его учеников были ошеломлены, но промолчали. На их глазах перестала существовать одна из трех династий. Императором Небесного Дракона будет Цань Лун. Нинцы посмотрел на Тяньсю. Мужчина был ошеломлен, как и другие люди императорской семьи, в том числе сам Цань Лун. Мастер Я. Цань Лун засомневался. Я принимаю приказ мастера Бэйсю Яня. Цань Сюй поклонился. Затем посмотрел на людей и огласил. С сегодняшнего дня, я передаю правление Империи своему сыну. Приветствуем молодого императора. Люди встали и поклонились Цань Луну. Все, конечно же, знали, что так будет, но не ожидали, что так быстро. Хорошо, через два года я покину вас. За эти два года я хочу усилить Империю Небесного Дракона, поэтому вы можете приходить ко мне по любым вопросам, объявил Нинцы. Глава 2188. Прощание. Спустя пару месяцев Империя Небесного Дракона сильно изменилось. Самым удивительным было то, что принц Дин Шин вместе со своими людьми прибыл служить Империи. С того дня люди начали понимать, что вскоре появится одна большая династия и ее настоящим правителем будет Бессмертный Байсюань. Почти каждая семья получила от Императора небольшую каменную статую. Когда людям говорили, что эта статуя небольшая версия легендарного Бессмертного, они сочли ее самой драгоценной вещью и поставили в лучшее место своего дома. Население Империи Небесного Дракона продолжало расти, а вместе с этим росло и число верующих в Нинцы. Теперь их число достигло 1 миллиарда. Однако, по сравнению с 30 миллиардами с центрального континента, это все еще было незначительным количеством, но Нинцы знал, что это лишь начало и вскоре весь континент попадет под его влияние. В мгновение ока прошло два года. За эти два года Динфин и другие преодолели множество сфер и оказались всего в полушаге от сферы боевого ядра. Навыков, которым их обучил Нинцы, людям хватит для достижения сферы проявления закона. Что же касается будущих успехов, то все будет зависеть от их собственных способностей. В этот день во дворце стояла группа фигур. Их глаза были сосредоточены на Нинцы. Они источали оттенок нежелания и грусти. Люди знали, что сегодня бессмертный Байсюань покинет их и когда они увидят его еще раз неизвестно. Может быть, они прощаются навсегда. Мастер, можете ли вы остаться чуть дольше? Цань Лун стоял перед юношей с умоляющим выражением лица. Зачем все это? Тебе предстоит пройти долгий путь. В будущем у нас еще появится шанс встретиться, сказал Нинцы с легкой улыбкой. Услышав ответ юноши, люди опечалились еще сильнее. В их мыслях мелькали прошедшие два года. Они вспоминали, как достигали новых высот под наставлением Нинцы и их радость от этого. Ну, я пойду. Нинцы улыбнулся и собирался уйти, как внезапно Цань Лун спросил. Мастер, о династии Цзэцзюнь. Оставь ее. Голос юноши раздался в ушах группы, но сама фигура Нинцы уже исчезла. Почему мастер Байсюань сохранил династию Цзэцзюнь? Дин Шин был сбит с толку. В этот момент он источал ауру боевого святого. Всего за два года он достиг этого и убедился в силе Нинцы. У мастера свои намерения, Цань Лун посмотрел на то место, где ранее стоял Нинцы. В своем сердце он поклялся, что будет продолжать верить в мастера всю свою жизнь. Я ухожу, сказал Нинцы. Жаль, что этот старик не может пойти с вами. В глазах короля Нюма появилась горечь. Когда он попытался сделать шаг вперед, цепи на его теле задрожали и засияли странными рунами. Нинцы уже осматривал их и сомневался, что сможет разрезать своим клинком. Могу ли я что-нибудь для тебя сделать на бессмертном континенте? Спросил юноша. Все, кого я знал, мертвы, а те, кому удалось переродиться, наверное, не помнят прошлого. Император, хочу вас предостеречь, когда прибудете туда. Остерегайтесь небесных семей. Я же буду ждать вас здесь. Я верю, что однажды мы снова сможем встать бок о бок и сразиться против небес, сказал бык. Тогда береги себя. Нинцы кивнул быку, а затем развернулся и ушел. Небесные семьи, о которых говорил бык, это семьи Цзян и Сюй. Как следовало из названия, они имели тесные связи с небесным законом. Возможно, поэтому были столь загадочными и немногие о них знали. Покинув запретный регион, Нинцы устремился прямо в небо. Здешний небесный закон был слабым, так что пройти через него не составило труда. Так как он оставил Нюйву на горе Фон Цунь. Странствовать во вселенной ему пришлось на своих двоих. Юноша не переживал насчет своей безопасности, но вот скорость его точно была медленнее. Менее чем через год после ухода Нинцы с неба на землю опустилось божественное восприятие. Опять они. Король Нюма посмотрел на небо и холодно фыркнул. Каждую тысячу лет вы сюда наведываетесь. Вам не надоело? Если хватит смелости, попробуйте убить меня. Чертовы трусы, боитесь, что я войду в круг перерождения и в будущем разнесу всех вас в клочья. Хэм просидел в заточении столько тысяч лет, а высокомерие даже на грамм не убавилось. Но ничего, наша семья Сюй продолжит подавлять тебя здесь. Тебе никогда отсюда не сбежать. Перед гигантским быком появился седой старик с ледяным взглядом. Мелкий бессмертный, только и можешь что переговариваться. Если бы я был в расцвете своих сил, то одним махом проглотил бы тебя. Ухмыльнулся Нюма. Хэм. Старик подумал об этом и слегка испугался. Затем он осмотрел железные цепи, которые сковывали быка. Убедившись, что все в порядке, старик развернулся и исчез. Такая пунктуальность. Никогда не опаздывают и всегда приходят раз в тысячу лет. Интересно, а едят и гадят они тоже по расписанию? Король Нюма холодно фыркнул, а затем закрыл глаза и продолжил спать. После того, как старик исчез их храма, он не ушел, а стал осматривать мир. Его удивило то, как сильно изменился этот мусорный континент. Религия бога Бэйсюэня. Ха-ха, вот так совпадение, умеют же муравьи выбирать себе бога. Старик слегка рассмеялся и окончательно растворился в просторах вселенной. Он не нашел ничего странного, хотя его удивило имя Бэйсюэнь. Это имя он слышал от своих предков и видел в древних записях, но здешнее упоминание имени посчитал глупым совпадением. Глава 2189. Странная планета-одинокая фигура летела по темной вселенной. Вокруг нее была пустота и лишь далекие сияющие звезды пытались развеять ее тоску. Прошло более 10 лет. Все это время Нинцы шел по маршруту, отмеченному на звездной карте. Время от времени он натыкался на мертвые планеты, где не было следов жизни и небесного закона. Для практика путешествия, через которые проходил Нинцы, было своего рода психологической закалкой. Оно удручало еще сильнее, чем обычная уединенная тренировка. Еще где-то год до звезды Тяньмиа. Звезда Тяньмиа – одна из самых важных звезд на карте. Начиная с этой звезды и далее до бессмертного континента находились пространственные формации. Один год, сказал себе Нинцы, и его фигура резко ускорилась к звезде Тяньмиа. За прошедшее время Нинцы обнаружил, что получил около 30 миллиардов силы веры. 90% новой веры приходились на империю небесного дракона, а 10% на центральный континент. С тех пор как он обнаружил, что может наделять кого-то частичкой своей силы через связь веры, юноша помогал своим верующим, что в свою очередь помогло ему увеличить количество новых верующих. Он не тренировался все эти 10 лет, но под воздействием обряда закалки божественного тела его физическая сила удвоилась. А если взять в расчет навык 9 внутренних врат, то вовсе 10. 10 лет назад Нинцы был на пике начальной стадии земного демона. Теперь же он достиг средней стадии. На бессмертном континенте его бы посчитали равным земному бессмертному. 6 месяцев спустя Нинцы еще не достиг звезды Тяньмиа, но внезапно заметил планету и на ней была жизнь. Хотя аура жизни была слабой, но это было хоть что-то, чем миллионы мертвых планет, которые он оставил позади себя. Юноша немного подумал и бросился к неизведанной планете. Небесный закон здесь кажется обезумел. Нинцы завис над планетой, его божественное восприятие осматривало все внизу. Ему показалось странным то, что он нашел. На планете было мало живых существ, но среди них были мастера равные сфере бессмертного. Однако даже они были подавлены небесным законом. Внешне планета была чем-то похожа на Землю. Единственная разница была в том, что на этой планете жила цивилизация, сочетающая в себе как духовную, так и научно-техническую сторону. Это место недалеко от Тяньмиа. Здешний небесный закон чем-то заболел или что с ним происходит? Нинцы ничего не понимал, ведь закон этой планеты отличался от того, что он видел ранее. Обычный небесный закон редко вмешивался в жизнь находившихся на планете людей, но здесь все было иначе. Он постоянно создавал странных призраков, которые убивали людей. Те же, кто имел хоть какую-то силу, объединялись в группы, дабы противостоять им. В руки нинцы появился меч убийцы драконов. Легким взмахом юноша проделал себе проход и устремился к земле. Черт возьми, это они называют миссией АС-класса. Характер у бога не к черту, возможно, в нашем городе погибнут все. Нам точно конец нашей силы, даже на они хватит. Почему бог выдал нам миссию АС-класса? Может быть это ошибка? Несколько юношей и девушек в боевых доспехах столпились в группу и удрученно обсуждали ситуацию. Они были гордыми защитниками мира или как их называли простые люди, избранные. Они были наделены особой силой и взамен должны были защищать простых людей. Раньше все было относительно просто, но сейчас они были в отчаянии. Миссия АС-класса. Обычные люди в городе, будь то рабочие, бизнесмены, учителя или водители. Все до единого молчали, пытаясь смириться со своей будущей судьбой. Почему нам выдали миссию такого класса? Ся я только приняла мое признание, я не хочу вот так умирать. Мальчик в школьной форме, на вид которому было лет 16, посмотрел на небо сердитым взглядом. Миссия АС-класса настолько ужасна. Внезапно рядом с юношей раздался голос. Мальчишка потрясенно обернулся и уставился на нинцы. Ты что больной? Даже маленькие дети знают, что миссия АС-класса, миссия уничтожающая все. Города Юибай, Зиньлин, Су и другие, все были уничтожены из-за этой миссии. Черт побери, почему нам так не повезло? Взволнованно ответил юноша, пытаясь удержать наворачивающиеся на глаза слезы. Нинцы огляделся и заметил, что сейчас все выглядели точь-в-точь как этот мальчишка. Люди были в глубоком отчаянии. А почему вы не сбежите? Спросил нинцы. Ты дурак или притворяешься? После того, как выдана миссия, покинуть город нельзя. Тот, кто попробует покинуть его, будет моментально уничтожен Богом. Проворчал мальчишка, которого уже начал бесить юноша перед ним. О, а когда миссия начнется? Поинтересовался нинцы. Дается 10 дней подготовки, но для нас, обычных людей, эти 10 дней нужны, чтобы попрощаться с родными. Интересно, захочет лися я побыть со мной? Я не хочу умирать девственником. Юноша начал разговаривать сам с собой, печали и отчаяния на его лице лишь увеличивались. Как тебя зовут? Спросил нинцы. Меня зовут Сячин. Учусь в третьем классе, девятой средней школы. Подожди, зачем ты меня это спрашиваешь? Ты с ума сошел? Сячин опомнился, посмотрел на нинцы странным взглядом и убежал. Он больше не хотел терять зря время. Раз у него осталось 10 дней, то нужно успеть сделать все самые важные в своей жизни. Неужели небесный закон выдал им миссию из класса? Из-за меня, пробубнил про себя нинцы и посмотрел в небо. Глава 2190. Головорезы в городе Цзинлянь царил настоящий хаос. Даже избранные не могли взять под контроль всех смертных. Все знали, что миссия из класса была сродни апокалипсису, поэтому люди начали творить то, чего не стали бы делать в обычное время. Поджоги, убийства, насилие, грабежи. Чертовщина творилась в каждом уголке города. Сиачин добежал до нужного ему дома, но внезапно увидел, что входная дверь была выломана, а изнутри раздался вопль паники. Сяя. В глазах Сиачина вспыхнул ужас. Он как сумасшедший ворвался в дом. На его глазах появилась троица, привязанная к стульям. Рядом с ними стояли пятеро мужчин с покрасневшими лицами. Они издевались над троицей, в частности над девушкой лет 16, чья одежда была почти полностью разорвана. Прекратите, взревел Сиачин. Сиачин. Краем глаза Фанья увидела вбежавшего в дом. Ее родители, что находились рядом, смотрели на Сиачина как на единственного спасителя. Они надеялись, что юноша сможет им как-то помочь избавиться от этих головорезов. В сердцах своих они до сих пор не понимали, почему некогда добрые соседи сошли с ума и напали на них. Однако, опомнившись, Фанья поняла, что у Сиачина не хватит сил разобраться с пятью взрослыми мужчинами. Осознав правду, сердце девушки защемила резкая боль. О, еще один. Ты их знаешь? Младший брат, мы все скоро умрем, почему бы нам не развлечься всем вместе? Погляди на нее, ее белоснежная, мягкая кожа просто невероятна. Я уже давно поглядывал на нее, но вот если бы не миссия С-класса, то, скорее всего, никогда в жизни не попробовал бы ее. Мужчина средних лет, которому на вид было за сорок, посмотрел на Фанья глазами, наполненными похотью. Старик Чжан, ты с ума сошел? Мы соседи. Да как ты посмел так поступить? У тебя совсем нет совести. Отец Фанья сердито взревел. Он не ожидал, что их сосед окажется педофилом. Старик Фан, в чем прок сейчас это говорить? Мы все через десять дней отойдем в мир иной. Тебе что сложно отдать нам свою дочь? Насмешливо спросил мужчина с фамилией Чжан. Остановитесь, я уже вызвал полицию. У вас есть время убежать отсюда, но если останетесь, то вас посадит. Ся Чжан дрожал от гнева, особенно когда увидел изодранную одежду Фанья. Ты полицию вызвал? Пара мужчин громко рассмеялась. Ха-ха, мелкий, ты серьезно? Кого сейчас будет заботить чья-то судьба? Даже полицейским по барабану на это. Старик Чжан расхохотался. Ой, хватит с ним чесать языками, просто поймаем и свяжем. Может он и это Фанья парочка, пускай посмотрит, как она будет стонать и рыдать, когда мы развлекаться играть с ней, предложил один из мужчин. Остальные мужчины с дьявольскими улыбками закивали и направились к Ся Чжану. Юноша почувствовал подступающий к сердцу страх. Он хотел развернуться и убежать, но вид беспомощный Фанья сказал ему стоять на месте. Было не было. Ся Чжан решился бороться. И спустив громкий вопль, он бросился на мужчин, но менее чем за пару секунд был избит. Связаны его посадили перед Фанья. Семья Фан была в отчаянии, Ся Чжан не смог им помочь, так еще и попал под горячую руку. Хех, малыш, ты наверное еще зеленый, так что смотри внимательно. Старик Чжан похлопал юношу по голове, а затем направился к Фанья с непристойной улыбкой. Родители Фанья пытались вырваться и как-то помочь дочери, но их крепко связали, они не могли толком пошевелиться. Фанья тряслась от страха и тяжело дышала, увидев подошедшего мужчину. Понимая, что сейчас произойдет, девушка пожелала покончить с собой на месте. А вот, а тут оживленно. В этот момент в дверь вошел Нинцы. Когда старик Чжан услышал голос, то сразу же повернулся и посмотрел на Нинцы. Что, еще один? Старик Фан, да твоя девка прям на расхват, рассмеялся мужчина. Опять этот больной? Ся Чжан был изумлен, что сюда пришел Нинцы. Неужели этот парень преследовал его? Семья Фан подумала, что цель Нинцы та же, что и у этих мужчин. Тяжесть отчаяния на их сердцах стала еще сильнее. При мысли о том, с чем столкнется его дочь, старик Фан прикусил язык. Мальчик, тут занято. Иди ищи другое место, проворчал старик Чжан. Брат Чжан, а давай его замочим? Точняк, я еще никогда никого не убивал. Да-да, пара мужчин обсудили судьбу Нинцы между собой и направилась к нему. Юноша посмотрел на них с улыбкой и хлопнул в ладоши. Головы мужчин тут же взорвались, словно спелые арбузы, а обезглавленные тела рухнули на землю. Когда это увидели другие мужчины, их тела задрожали, а в глазах вспыхнула паника. Это сила, ты избранный? В ужасе спросил старик Чжан. Он, сячен, недоверчиво посмотрел на юношу. В глазах Фанья появился проблеск надежды, она посмотрела на Нинцы умоляющим взглядом. Ха-ха, видимо, даже избранные отчаялись и бросили свои обязательства. Старший, если хотите, то вы, конечно же, можете присоединиться к нам. Старик Чжан попытался успокоить свое встревоженное сердце. Присоединиться, я не такой, как вы. Нинцы покачал головой и пошел в сторону семьи Фан. Когда же он оказался рядом с другими мужчинами, с ними повторилось все то же самое, что и с первыми. Сячен и старик Чжан были ошарашены происходящим. Я тебя не боюсь, все равно все умрут. Старик Чжан внезапно закричал и бросился на юношу. Хлоп. Нинцы ударил ладонью на отмашь, тело мужчины резко отлетело в сторону, пробило стену дома и замертво рухнуло на землю. Сячен и семья Фан молчали, они впервые видели божественную силу избранных настолько близко. Все же слухи не врали, они сильно отличались от обычных людей. Одной лишь ладонью могли забрать жизнь любого смертного. Затем Нинцы освободил семью Фан и Сячена. Семья Фан по освобождению незамедлительно поблагодарила юношу и облегченно вздохнула. Глава 2191. Курица, защищающая цыплят Сячен обратился к Нинцы. Ты настоящий избранный. Все произошло слишком быстро. Он не знал, как ему на это реагировать, к тому же не понимал, почему Нинцы увязался за ним. К тому же, почему он помог ему, ведь он ранее обозвал его сумасшедшим. Сячен, зачем ты нагрубил избранному? Фан Я отругала юношу, а затем с благодарностью обратилась к юноше. Избранный, спасибо за вашу помощь. Ни за что. Нинцы слабо улыбнулся. В какой-то степени он был виноват в происходящем, хотя и не был в этом уверен. Что вы планируете делать? Спросил юноша у людей. Что делать? Сячен резко покраснел, а семья Фан опустила головы. Хотя в их мире смерть была сродни. Походу в магазин, смириться с этим было все же трудно. Увидев, что они молчат, Нинцы сказал им. Вы пока думайте, я сейчас. Затем он исчез на глазах у четверки людей и парой секунд после появился вновь. За считанные мгновения, пока отсутствовал Нинцы, погибли тысячи головорезов и других нечистых на руку людей, что помогло остановить большую часть беспорядков в городе. В это время зазвонил сотовый Сяченя. Юноша поспешно принял звонок и выслушав его весь побледнел. Группа бандитов вошла в мою школу, мне позвонил оттуда Суньпан. Семья Фан сразу же посмотрела на Нинцы. Где твоя школа? Спросил юноша. Сячен поспешно ответил. Избранный. Я готов показать дорогу. Мальчик хотел было выйти на улицу, но ощутил, что его тело что-то приподняло в воздух, а вместе с ним и всю семью Фан. Говори куда? Сказал Нинцы. Сячен указал на восток и вся группа за считанные мгновения оказалась над нужной школой. Школа была большой и учеников в ней было предостаточно. Из пары окон виднелся дым. Видимо, бандиты подожгли здание. Нинцы высвободил свою силу и сразу же потушил пламя. Пара головорезов увидела стоявшего в небе юношу и группу людей рядом с ним. Они были до ужаса напуганы и бросились бежать из школы. Третий класс, в котором учился Сячен, находился на первом этаже, откуда сейчас доносились крики. Возле двери и в коридоре находились другие бандиты. Бессмертная Ци вырвалась из кончиков пальцев Нинцы, превращаясь в острые лезвия. Сотни мечей устремились к бандитам, беспощадно их убивая. В это время в классе, помимо бандитов и учеников, была учительница со светлой кожей и красивым лицом, но потрепанной внешностью. Ученики прятались за ней, как цыплята за курицей. Прекратите. Миссия из класса не означает конец. У нас еще есть избранные. Еще не все потеряно. Побледневшая Чен Си Аян пыталась переубедить бандитов, но на свою мольбу женщина не получила ответа. Мисс Чен Сунь Пан, вы там в порядке? Внезапно снаружи раздался знакомый всем ученикам третьего класса голос. Чен Си Аян была слегка ошеломлена. Она знала, что сегодня в классе отсутствовали Си Ачен и Фан Я. По голосу она узнала того, кто находился снаружи, но это ее лишь напугало. Си Ачен, быстрее уходи. Мисс Чен, не волнуйтесь, все будет хорошо, сказал вошедший в класс Си Ачен. Когда восемь бандитов увидели юношу, один из них закричал. Ха-ха, он сам к нам пришел. Бандиты переглянулись и с мрачными улыбками направились к юноше, но внезапно увидели, что в класс вошли еще несколько людей и это были не их сообщники. Появление незнакомцев сразу же насторожило мужчин. Си Ачен, как ты так быстро пришел? Я же только что с тобой говорил по телефону, что ты привел Фан Я. А эти двое, ее родители, зачем ты их сюда привел? Воскликнул Сунь Пан. Остальные ученики тоже разозлились. Многие в классе были тайно влюблены в Фан Я и ненавидели Си Ачена, ведь он привел ее в столь опасное место. А во, а тут у нас женщина средних лет и еще одна молоденькая, обе хороши. Парни на входе видимо ушли, ну да ладно, нам больше достанется. Восемь мужчин с похотью в глазах посмотрели на Фан Я и ее мать. На лице старшего Фан вспыхнул гнев, но в сердце он был спокоен. Для него эти бандиты уже были трупами. Си Ачен, забирай Фан Я и убегайте, взревел Сунь Пан. Брат Сунь, не переживай, с нами избранный. Остальные бандиты уже были убиты. Это единственные, кто остался. Си Ачен успокоил своего товарища. Чин Си Аян и другие были ошеломлены. С ним пришел избранный. Бандиты недоверчиво посмотрели на мальчишку и один из них сказал. Сукин сын, да с чего бы избранному тут быть. Тебя уже ничто не спасет. Вот, думаешь может вот так просто испугать нас? В следующий момент рядом с Ся Аченем из ниоткуда появился юноша, на вид которому не дашь больше 18. Взгляды всех присутствующих сразу же устремились на нинцы. Это и есть избранный. Почему они раньше его не видели? В городе Цзинлянь было всего несколько избранных. Они часто появлялись по новостям, но вот нинцы никто ни разу не видел. Неужели это новый избранный? Ты избранный? Не. Прежде, чем головорез успел закончить свое предложение, на его шее появилась кровавая линия из которой хлынула кровь. Глава 2192. Если не небесный закон, тогда кто ты? Оставшиеся в классе бандиты, увидев смерть товарищей, были поражены. Они хотели попросить у нинцы пощады, но им не дали шанса. Бессмертная Цзинлянь беспощадно отрубила им головы и их тела с глухим звуком замертво попадали на землю. Он действительно избранный. Когда Сунь Пан и другие увидели силу юноши, они окончательно поверили в его личность. Однако никто не понимал, как Ся Чен, обычный сирота, встретил избранного и привел его сюда. Школа теперь в безопасности, можете остаться здесь, пока миссия не начнется, сказал нинцы. Спасибо, избранный. Если бы не вы, они. Чинь Ся Ян вышла вперед и поблагодарила юношу. Нинцы улыбнулся женщине и внезапно исчез на глазах у толпы Ся Чен и семья Фан уже видели подобную способность юноши, а вот Сунь Пан и ученики рядом с ним разинули рты от удивления. Парой секунд после толпа школьников бросилась к Ся Чену, пытаясь узнать, как он познакомился с избранным. Юноша горько улыбнулся. Я его толком не знаю. Утром я опаздывал в школу и встретил его по дороге. Он мне показался. Каким? Всем стало любопытно. Ненормальным, ответил Ся Чен. Люди резко ахнули. Семья Фан переглянулась. Они посчитали, что им повезло. Раз после такого избранный все равно последовал за Ся Ченом и помог им. Нинцы бродил по городу. Земля не помогал всем, кто был в тяжелом положении, а воров и убийц отправлял на тот свет. На этот раз не только обычные люди, но и сами избранные города заметили, что кто-то помогает им восстановить общественный порядок. Однако они не поверили, что в их городе появился еще один избранный. Это было просто невозможно. Закончив с прогулкой, юноша вернулся в школу. Учителя и ученики других классов к этому времени узнали, что произошло с бандитами и собрались на первом этаже, расспрашивая у Ся Ченя о Нинцы. Мальчишка не знал, что им ответить, но положение спас вернувшийся Нинцы. Директор учителя, старший здесь. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к нему, облегченно воскликнул Ся Чен. Что? Толпа повернулась и устремила свои взгляды на Нинцы. Успокойтесь, оставайтесь тут оставшиеся 10 дней. Здесь вас ничто не побеспокоит. Нинцы протянул руку, останавливая толпу от вопросов. Люди не осмелились спрашивать лишнего, поэтому начали расходиться. Избранный, все ли будет хорошо? Спустя 10 дней, храбро спросил Ся Чен. Да, кивнул юноша. Расходившиеся по классам люди были потрясены ответом. Неужели избранный так уверен, что они переживут миссию С-класса? Им было тяжело в это поверить. Время шло день за днем, так как в школе было все необходимо, никто не переживал из-за нехватки еды или воды. 10 дней прошли. В этот день все ученики и учителя вышли на площадку, видимо только находясь вместе, они могли почувствовать безопасность. Взгляды многих переместились на Нинцы, в его присутствии люди чувствовали еще большее облегчение. Избранный не ушел и встретил опасность вместе с ними. Как только Нинцы вошел на площадку, со стороны раздался девичий вопль. Ученица в ужасе сопротивлялась и кричала, пока один из учеников словно одержимый пытался укусить ее. Остальные ученики поблизости было до ужаса напуганы и попросту одеревенели. Помогите, помогите. Девушка в ужасе завопила о помощи. Они не могла понять, почему ее одноклассник внезапно сошел с ума и набросился на нее. «Одержим?» Нинцы посмотрел на происходящее, затем появился рядом с одичавшим юношей и положил свою руку ему на голову. Секундой после из него вышел странный белый дым и юноша пришел в себя. «Что происходит? Что я делаю?» Как только его голос стих со стороны снова раздался вопль. «Ся Чен, что с тобой? Это Фанья!» Закричала Чен Си Аян. Нинцы высвободил свою ауру на окружающую местность, освобождая учеников от странной одержимости. Миссия С-класса состоит в этом, в людей вселяется странный дух и заставляет убивать других. Нинцы покачал головой, против него использовать подобное было слишком глупо. Пришедшие в себя люди напуганными глазами посмотрели на юношу. Они понимали, что их спасоны начали верить, что с ним смогут пережить ужасающие разрушения города. Внезапно в воздухе раздалось несколько громких звуков, все посмотрели наверх и опешили. Это избранные. Почему они убивают друг друга? Видимо, они тоже попали под эту странную силу. Похоже, в небе. Сюльянь, ты с ума сошел? Почему ты напал на меня? Видимо, миссия уже началась. Сюльянь одержим, нам нужно остановить его вместе. Нет, Сюльянь продолжит нападать на всех, пока мы его не убьем. Группа избранных решала, как им быть. С одной стороны убивать товарища они не хотели, но с другой стороны, если они этого не сделают, то не смогут защитить город и его жителей. Видимо, небесный закон здесь действительно слабый. Нинцы резко взмыл в небо, чем ошеломил избранных. Юноша оказался рядом с Сюльяним и похлопал его по голове. Тот резко застыл в воздухе и начал приходить в себя. Нинцы же не остановился на достигнутом, продолжая избавлять людей от одержимости. Кто это? Сюльянь, ты пришел в себя? Избранные были поражены. Что только что случилось? Сюльянь был бледен и растерян. Долго рассказывать, но вон тот парень спас тебя. Вы видели его раньше? Никогда не видел, но он так легко вернул разум Сюльяну. Видимо, он сильнее, чем мы. Похоже, нам удастся спасти город. Не только город Зинлянь, но и другие города страдали от похожих напастей. Там, где избранные были слабы, проливались реки крови. Нинцы стоял в пустоте, недалеко от него появился огромный глаз. Небесный закон? Нет, не он. Кто ты? Лицо юноши стало серьезным. Глава 2193. Мэн Мадаа черный глаз смотрел на Нинцы, после чего рядом с ним появился густой туман и поднялся над телом юноши. Ты хочешь убить меня? Уголки рта Нинцы приподнялись. Юноша мгновенно принял форму демона. Демоническая цив в его теле мгновенно разрослась и сковала действия глаза, но Нинцы не стал недооценивать врага, поэтому открыл седьмые внутренние врата. Огромный глаз перед юношей резко сузился, он определенно был шокирован увиденным. Подождите, господин. Я заместитель главы секты Мэн Мадаа. Я вас не так понял, пожалуйста, простите меня. В ушах Нинцы раздался голос. Кулак Нинцы остановился всего в дюйме от глаза. Заместитель главы секты Мэн Мадаа, зачем вы притворяетесь небесным законом и убиваете невинных? Холодным тоном спросил юноша. Он чувствовал, что странная невидимая сила где-то на планете поддерживала этот глаз и через него поглощала жизни людей. Господин, такова моя техника практики. Я поглощаю страх людей и улучшаю свою силу. Если бы я знал, что вы тут, то обязательно встретил бы вас лично. В ушах юноши снова раздался голос. Ты так практикуешься. Смертные умирают наполненные страхом, затем ты поглощаешь их души. Я впервые вижу такой способ практики. Он определенно вредит природе, высказался Нинцы. Господин, но каждый человек, ступивший на путь практики, таков. Хотя мы зависим от небесного закона, он никак не мешает нам в том, что мы делаем. Я не знал, что вы появитесь, но когда прибудете на звезду Тяньмиа, я обязательно поприветствую вас вместе со всеми десятью тысячами практиков секты Мэн Мадаа. Пожалуйста, уходите отсюда поскорее. Не мешайте моей тренировке, хорошо? Видимо, ваша секта на звезде Тяньмиа имеет большое влияние. Ты уверен, что хочешь угрожать мне? Ухмыльнулся Нинцы. Глаз притих, но по его колеблющемуся взгляду, юноша был уверен, что он ему угрожал. Молчание. Знак согласия. Тогда юноша снова замахнулся кулаком. Да как ты посмел. В ушах Нинцы раздался рев. В следующий момент глаз превратился в черный туман и растворился. Подобное произошло на всей планете. Тут совсем нет небесного закона, Нинцы понял, что эта планета была похожа на Землю. После того, как глаз исчез, ему наконец открылась завеса правды. Как оказалось, здесь и не было небесного закона, все это устроил практик демонического пути. Заместитель главы секты Мэн Мадаа снова может провернуть свои черные делишки. Звезда Тяньмиа, сила того человека невелика. Хорошо, давай посмотрим. Нинцы посмотрел в небо и устремился в сторону звезды Тяньмиа. Где-то среди бескрайней вселенной находилась огромная планета. Аура на планете была очень богата. Там жили триллионы живых существ. Самые слабые среди них были на стадии очистки ци. Также вокруг самой планеты находились еще девять небольших звезд. Мэн Мадаа была одной из известных сект на звезде Тяньмиа. В ней было два мастера, которые вот-вот достигнут сферы бессмертного. Это был сам глава секты и его заместитель. Эта двоица обычно редко выходила и все свое время практиковалась, так что немногие ученики секты видели их. В этот день из пещеры заместителя главы Мэн Мадаа раздался гневный рев, который ошарашил всех учеников в секте. Что произошло с заместителем? Почему он так зол? Может к нам пришел старик из другой сильной секты? Пойдем, посмотрим. Люди устремились к пещере заместителя секты. Первыми из прибывших были личные ученики заместителя, источающие довольно сильные ауры. Вскоре у входа в пещеру появилась пара сотен учеников. Двое из них были в полушаге от творцов, из десяток в сфере проявления закона. Снаружи они могли быть очень знаменитыми мастерами, но в секте Мэн Мадаа лишь внешними учениками. Спустя пять минут вход в пещеру распахнулся и оттуда вышла фигура в красной мантии. Это был старик с распущенными и редкими по бокам волосами. Когда люди увидели его, все сразу же поклонились. Младшие приветствуют заместителя секты. «Если этот человек придет на Тяньмя, найдите его для меня». Старик яростно взмахнул рукой, образуя духовной цифигуру Нинцы. Он. Все были немного удивлены. Они не ожидали, что после стольких лет уединения заместитель выйдет и прикажет им найти какого-то человека. Чем он его обидел? Они не осмелились расспрашивать, быстро поклонились и ушли. Занмы наглядел округу ледяным взглядом, затем вернулся в пещеру. Старейшина ищет какого-то незнакомца. Он не похож на мастеров неправедного, ни демонического пути. Несколько учеников Занмына посмотрели на двух практиков полушага от Творца. Если они пройдут через грозовое бедствие, то смогут достичь сферы Творца, поэтому остальные относились к ним вежливо. Этот парень определенно обидел заместителя, а значит практика у него не слабая. Он как минимум в полушаге от Творца, но это не важно. С силой нашей секты, как только он появится на звезде Тяньмиа, ему некуда будет бежать. Разошлите его портреты, пусть все отправятся на поиски, сказал один из полубогов. Остальные, выслушав его, кивнули и затем разошлись. Наконец я на месте. Нинцы осмотрел огромную звезду, окруженную девятью звездами и облегченно выдохнул. На звездной карте указано, что на звезде Тяньмиа есть формация, через которую можно отправиться на бессмертный континент. Юноша был рад существованию формации, ведь на своих двоих у него уйдет куда больше времени. Небесный закон здесь лишь немногим слабее, чем на центральном континенте, самые сильные не выше Творца Девятого Бедствия. Однако если центральный континент был полностью закрыт, тут каждый мог посетить планету. Нинцы показалось это странным, со стороны он увидел несколько кораблей, летевших на звезду Тяньмиа. Глава 2194. Ауинг Нинцы устремился вперед, исчезая среди звездного неба. Когда же он появился вновь, то уже был на небольшом корабле. На корабле было около десятков тысяч практиков сферы проявления закона и ниже. Что же до сферы Творца, то таких тут не было. Фуф, почти добрался до Тяньмиа. Тот черт не сможет меня догнать. Ха-ха. Теперь я свободен, как птица в небе или рыба в море. 500 духовных камней среднего класса были потрачены не зря. Ауинг посмотрел вдаль на увеличивающуюся в его глазах звезду Тяньмиа. Он был радостным и слегка посмеивался. Когда люди поблизости услышали его, все странно покосились на мужчину. Некоторым не понравилось, что мужчина тревожил их, но когда посмотрели на Ауинг и увидели, что тот был в сфере золотого ядра, сразу же передумали что-то делать. Им не следовало обижать мастера подобной сферы. Кто ты? Рядом со мной же никого не было. Внезапно Ауинг заметил стоявшую сбоку фигуру. Мужчина посмотрел на нее и осознал, что не может разглядеть уровень практики появившегося. В глазах Ауинг промелькнул страх. Неужели его все же выследили враги? Это же звезда Тяньмиа? Спросил Нинци. Ауинг медленно кивнул. Верно. Это святое место бессмертного континента. С какой вы планеты? Неужели есть те, кто ничего не знают о звезде Тяньмиа? Святое место. Видимо я очень близок к бессмертному континенту. Нинци слегка улыбнулся и внезапно положил руку на плечо Ауинге. Мужчина был поражен и собирался воспротивиться юноше, но его лицо резко потускнело. Спустя пять вдохов юноша убрал руку, но за это время получил полное понимание структуры планеты Тяньмиа и приближенного региона бессмертного континента. Сферы практики тут полностью отличались от центрального континента. Если на центральном континенте все предпочитали использовать разное оружие, то здешний народ был другим. Они совсем полностью отодвинули практику физического тела и сконцентрировались на совершенствовании Ци. Сражались здешние мастера, используя так называемые заклинания и талисманы, похожие нелетающие мечи. Сферы очистки Ци – золотое ядро, зарождение элемента, поглощение духа, концентрация, бедствия, высшие возвышения. Возможно есть небольшие изменения, но небольшие. Вероятно золотое ядро – это боевое ядро. Значит зарождение элемента и поглощение духа равны сфере бессмертия. Затем идет концентрация и бедствия равны сфере проявления закона и замыкает высшие возвышения равны сфере Творца. Теперь понятно, как тот человек один контролировал целую планету Ауинг и пришел в себя, он почувствовал небольшую боль из центра бровей, но не знал что это было. Стоп, кто-то что-то со мной сделал. Мужчина окончательно опомнился и резко отошел от Нинцы, затем гневно спросил. Что ты только что сделал? Ничего, младший брат, чего ты переполошился? Спросил Нинцы. Младший брат, неужели этот какой-то старый монстр? В глазах Ауинг и снова вспыхнул страх. Он решительно повернулся и ушел. Юноша перестал обращать на него внимание. Примерно через час корабль миновал барьер небесного закона звезды Тяньмиа. Как только Нинцы оказался тут, то почувствовал Ауру схожую с центральным континентом. Люди на корабле были рады, а некоторые даже прослезились. В целых пять раз. Здешняя Аура в пять раз выше, чем на моей планете. Скоро я точно смогу достичь сферы золотого ядра. Всего в пять раз? Да по сравнению с моей планетой, где я был небесным мастером. Здешняя Аура в пятьдесят раз больше. Я столько лет проторчал на стадии очистки ЦИ и только теперь получил надежду прорваться в сферу золотого ядра. Хэм, кто это там осмелился назвать себя небесным мастером? Практик сферы золотого ядра холодным взглядом покосился на болтающую группу. Люди, увидев его взгляд, сразу же замолчали, но про себя поклялись, что как только достигнул сферы золотого ядра, отомстят ему. Все, у кого получилось взойти на борт корабля ухой, в основном являлись сильными мастерами своих родных мест. В конце концов, корабль ходит с Тяньмиа по другим планетам только раз в сто лет. Помимо высокой стоимости, также нужно иметь небольшие связи. Вскоре кораблю хай приземлился на большую площадь. Люди взволнованно спустились с корабля и начали оглядываться. Хватит шуметь. Хотите остаться здесь? Тогда всем вам необходимо зарегистрировать свою личность. Если будете бродить без индикационного жетона и встретите учеников секты Тяньдая, они вас поймают и в лучшем случае отправят обратно домой, а в худшем убьют. Таковы правила и необходимы они для общей безопасности. По округе раздался громкий голос, затем перед толпой появился краснолицый старик. Его тело источало слабую ауру зарождения элемента. Ты первый, краснолицый старик указал на Ауинке. Мужчина тайком покосился на нинцы, затем кивнул старику и подошел к нему. Как зовут? Откуда ты? Спросил старик. Младший Ауинке со звезды Фонсе из секты Синма, ответил мужчина. О, из секты Праведного Пути. Старик кивнул, положил руку на голову Ауинке и слабо улыбнулся. Верно, ты не солгал? Вот твой жетон. Смотри не потеряй, а то потом беть не оберешься. Глава 2195. Племянник, пойдем Ауинке взял жетон и аккуратно убрал его за пазуху. В то же время мужчина был восхищен стариком. Ведь только мастера Праведного Пути могли определить различия между мастерами двух разных путей. Теперь ты, краснолицый старик указал на нинцы. Юноша спокойно подошел и представился. Нин Байсюань со звезды Фонсе из секты Синма. Ауинке тут же посмотрел на юношу недоверчивым взглядом. Он был старейшиной этой секты и знал в ней всех как свои пять пальцев. Однако он никогда не видел нинцы. Неужели парень солгал? О, еще один из секты Синма. Краснолицый старик на мгновение был ошеломлен. Затем положил руку на голову юноша и уверенно сказал. Верно, все верно. Держи жетон. Ауинке посмотрел на старика вручающему юноше жетон и поспешно сказал. Старший, но я никогда не видел его в секте Синма. Я уже его проверил. Он действительно практикует технику твоей секты. Если у тебя с ним какие-то разногласия, решайте их самостоятельно. Но если хочешь меня обмануть, я мигом прогоню тебя отсюда. Краснолицый старик пригрозил мужчине. Он практикует технику его секты? Да быть такого не может. Он был уверен, что в его секте никогда не было такого как нинцы. Племянник, пошли, юноша подошел к Ауинке и слегка улыбнулся ему. Ауинка хотел что-то сказать, но увидев на себе странный взгляд нинцы, замолчал и послушно направился вниз с платформы. Спустившись, мужчина со страхом обратился к юноше. Старший, могу я уйти? Младший, почему ты хочешь уйти от меня? Старший, чем-то тебя обидел. Спросил юноша. Я один из старейшин секты и никогда не видел старшего, пробубнил Ауинке. А все потому, что ты невежественен. Тот старик подтвердил, что я мастер твоей секты. Почему ты продолжаешь это оспаривать? Сказал нинцы, слегка улыбаясь. Ауинка замолчал. Ему нечего было ответить на слова юноши. Но он был уверен, что юноша притворялся человеком его секты, к тому же имел практику не ниже сферы зарождения элемента. Если он продолжит с ним спорить, то умрет, а ведь его ждала прекрасная жизнь на Тяньмиа. Все обдумав, мужчина с уважением сказал. Племянник последует за дядей, куда бы он ни пошел. У меня нет особых целей, давай просто прогуляемся. Нинцы улыбнулся. Если бы он сразу знал, где находится нужная ему формация, то не стал бы проходить через все эти регистрации и прочее. В конце концов, он его цель попасть на Бессмертный континент, там он достигнет сферы Бессмертного, а его боевая мощь будет примерно равноземному Бессмертному поздней стадии. По словам Сиолю, подобный мастер считался достаточно внушительным, если рассматривать внешний регион Бессмертного континента, а не центральный. Просто прогуляемся. Ауинг был шокирован словами юноши. Изначально он решил укрыться от врагов здесь, на планете Тяньмиа у своего старого друга. Однако встреча с Нинцы изменила его планы, он не решился упоминать ему о своем старом друге. Мужчине пришлось смириться. Старший. У планеты Тяньмиа есть очень известное место под названием Бессмертные руины. Ходят слухи, что там сражались два настоящих бессмертных и оба они пали, оставив после себя множество разных артефактов. Хотя большая часть артефактов потеряла свою былую мощь, по силе они все равно лучше, чем то, что умеют делать местные ремесленники. Давайте пойдем туда. Там находилась территория великой секты Тяньдаа. Ауинг решил использовать эту секту, чтобы избавиться от Нинцы. Хорошо, я слышал, что там находится самая большая секта Тяньдаа. Неплохо было бы ее посмотреть, Нинцы кивнул мужчине. Ауинг был слегка поражен и про себя подумал. Он что не боится секты Тяньдаа? Хэм, неужели он так уверен в своей силе? В секте Тяньдаа есть мастер сферы высшего возвышения. Не думаю, что он настолько сильный, племянник, чего ты там застрял? Пойдем. Ах, да-да, мужчина поспешил за Нинцы, но когда почти оказался рядом с юношей, в небе ним появился синий луч энергии, целью которого был он. Дядя, ты? А где он? Как только Ауинг оказался рядом с Нинцы, тот резко исчез. Мужчина повернулся и увидел, что юноша уже был позади него. Его скорость невероятна, а это... Ауинг удивился способностями юноши, но внезапно увидел в руки Нинцы синий летающий меч и аура, исходящая от него, была ему очень знакома. Эта аура принадлежала его врагу. Он последовал за мной, неужели он был на другом корабле? Мужчина настороженно осматривал округу. Он ушел, Нинцы слегка ухмыльнулся. Нападавший был довольно осторожным. Он лишь выпустил этот меч и ушел. Ему не составило труда поймать меч и он мог догнать нападающего, но ему было лень. Все равно это по большой части была проблема Ауинге. Спасибо за помощь. Вероятно, я бы погиб от этого меча. Мужчина был бледнее снега и с благодарностью поклонился юноше. Держи подарок от дяди, Нинцы рассмеялся, стеркли эмоции на мечи и бросил оружие мужчине. Ауинге поспешно поймал меч и в изумлении посмотрел на Нинцы. Это меч был талисманом среднего класса. Для любого мастера сферы зарождения элемента такой предмет был на вес золота. Неужели он ему не нужен? Что, не хочешь? Тогда возвращай. Нинцы протянул руку мужчине. Ауинге быстро обнял меч и еще раз поблагодарил юношу. Тем времен где-то вдалеке на землю упала фигура и выплюнула в таком крови. Ее мрачные глаза смотрели прямо в сторону, где находились Нинцы и Ауинге. Меч фиолетового свиста забрали. Хэм Ауинг и этот незнакомец я вам припомню. Она наложила заклинание на Ауинге, так что могла найти его в любое время и в любом месте. Но из-за Нинцы убить мужчину не получилось. В итоге фигура решила отправиться в секту Мэнмадаа, в которой находился ее старый предок. Глава 2196. Пожалуйста, подождите каких размеров была звезда Тяньмиа? С нынешней силой Нинцы, его божественное восприятие не могло полностью охватить всю планету. А это значит, что Тяньмиа не уступала центральному континенту. Что же касается самых влиятельных сил, то тут было особое разделение. Самой известной сектой была секта Тяньдаа. За ней следовали 9 других секты праведного пути. Что же касается сект демонического пути, то конкретного лидера у них не было, было 3 секты подобные Мэнмадаа и в каждой находилось по 2 мастера сферы высшего возвышения. Нелегко будет найти формацию в таком большом месте. Интересно, оставили ли бессмертные хоть какие-то следы? Возможно та формация находится возле бессмертных руин? Подумал про себя Нинцы. Двойца продолжала плыть по небу. Спустя 7 дней они достигли руин, чему Ауинка был невероятно удивлен. Если бы он решил добраться до руин от порта Тяньмя, на это у него ушло целых 3 месяца, а то и больше. Мужчина был потрясен способностями юноши. Мы на месте, здесь какой-то пустырь. Нинцы осмотрел округу. Перед ним был горный пустынный хребет. Почва тут была темно-коричневой и мертвой. Также всюду находились глубокие ямы, вероятно следы от разразившейся в прошлом битвы. Юноша также приметил большое количество людей, что непрерывно пытались что-то выкопать в земле. Старший, чтобы войти сюда, нужно заплатить немного духовных камней секти Тиньдаа, сказал Ауинка. Не нужно. Нинцы покачал головой, его божественное восприятие пронеслось по территории, но кроме поры фрагментов духовных артефактов, он ничего не нашел. Дядя, ты не хочешь попытать удачу в поисках артефактов? Если найдем их, то как минимум сможем хорошо продать. Ауинка удивился решению юноши. Они пришли сюда, но Нинцы не планировал входить. Неужели он боится, что Тиньдаа рассекретит его личность? Ранее он планировал найти способ натравить секту Тиньдаа на юношу, но это было до нападения его врага. Теперь же мужчина передумал это делать, ведь юноша все же спас его. Здесь нет ничего интересного. Пошли. Юноша покачал головой и направился прочь. Ауинка пришлось последовать за ним. На самом деле он хотел попытать удачу в поисках артефактов, но раз Нинцы не хотел, то придется отложить это на лучшие времена. Пожалуйста, подождите. Внезапно со стороны раздался холодный голос. Нинцы повернулся и увидел трех практиков начальной стадии сферы зарождения элемента. Старейшины секты Тиньдаа? Они же ничего не пронюхали, верно? Пробубнил про себя Ауинка. Что вам? Равнодушно спросил Нинцы. Мы видели, как братья стояли и смотрели на бессмертные руины. Почему бы вам не войти и не осмотреться? Сказал один из троицы. Неужели вы хотите силком заставить нас это сделать? Ухмыльнулся Нинцы. Троица тут же изменилась в лице. Ранее говоривший практик холодным тоном сказал. Наша секта недостаточно сильна, чтобы заставлять кого-то что-то делать, но ваши действия показались нам слишком странными. Зачем вы сюда пришли и не вошли в руины? Главной задачей троицы – патрулирование бессмертных руин. Поведение Нинцы и Ауинка показалось им странным, поэтому они решили все тщательно расследовать. Старшие, мы со звезды Фонсе из секты Синма, представился Ауинка. Им им в глазах троицы появился презрительный блеск. Затем один из них сказал. Раз не хотите входить в бессмертные руины, то уходите. Нинцы было все равно на поведение троицы, он развернулся и направился прочь. Спустя время троица мастеров начальной стадии зарождения элементов обнаружила практика секты Мэн Мадаа, спрятавшегося среди других людей в бессмертных руинах. Нашли они его чисто случайно, тот вступил в конфликт с другим мастером и нечаянно высвободил Ауру, принадлежащую практику демонического пути. Однако против троицы старейшин секты Тиньдаа он был слаб и вскоре его схватили. Ха-ха, не смогли поймать большую рыбу, но и маленькая тоже неплохо. Муравей секты Мэн Мадаа посмел войти в бессмертные руины? Размечтался, сказал один из троицы старейшин. Подожди, не убивай меня, у меня важная новость. Она от заместителя главы, сказал практик сферы Золотого Ядра. Что за новость? Троица переглянулась и заинтересованно посмотрела на пойманного практика. Цзан Мэн был заместителем секты Мэн Мадаа, а также практиком сферы Высшего Возвышения. Если этот парень не лгал, то они смогут узнать важную информацию, за что в секте получат награду. Старшие, пообещайте сохранить мне жизнь, тогда я расскажу вам, проговорил ученик секты Мэн Мадаа. Троица рассмеялась. Ты с нами торговаться вздумал, с чего бы такому муравью, как ты, знать новость о мастере сферы Высшего Возвышения. В следующее мгновение позади трех мастеров появились летающие мечели и устремились к ученику секты Мэн Мадааа. Понимая, что назад пути нет, ученик стиснув зубы, выпалил. Хорошо, я расскажу, расскажу. Рассказывай, тогда мы, так уж и быть, тебя отпустим. Спустя время Троица отпустила ученика, а затем в панике бросилась в секту Тиньдааа. Глава 2197. Бу Цэн Чинь. Что случилось? Что за паника? Старейшина секты Тиньдаа в сфере поглощения духа был в смятении, увидев трех спешивших в секту младших. Старейшина Чжаа, мы получили сообщение, что заместитель главы Мэн Мадаа, Зан Мэн, принял еще одного ученика, трое были бледные напуганы. Еще ученика? И что тут такого? А чем вы волнуетесь? Старейшина Чжаа слегка нахмурился. Но мы только что видели его. Вот почему они были так напуганы. Что? Старейшина Чжаа был ошеломлен. Троица рассказала ему все, что видела. А также предположила, что нинцы стоял не просто так у входа в бессмертные руины. Вероятно, секта Мэн Мадаа планирует атаковать их и захватить. Возможно, они нашли там редкое сокровище и хотят забрать. Вы так думаете? Хм, если это правда, то смелости им не занимать. Проклятые демоны осмелились позариться на нашу территорию. Я сообщу об этом наверх. Вы возвращайтесь охранять секту. Если что-то не так, сразу же, как можно быстрее, возвращайтесь. Чуть позже секта обязательно вознаградит вас. Сказал старейшина Чжаа. Троица развернулась и неохотно ушла. Старейшина Чжаа был мастером сферы поглощения духа. Воспротивиться его приказу они не могли. Вскоре новость разнеслась по всей секте Тиньдаа, а затем по другим более слабым сектам праведного пути. Почти все получили портрет нового ученика Цзан Мэна и получили приказ. Поймать живым, если не получится, убить на месте. За помощь праведному пути секта Тиньдаа щедро вас наградит. Им передали новость. Ха-ха, какие же они глупые. Ученик Мэн Мадаа, что ранее рассказал троице мастеров начальной стадии новость, стоял перед несколькими мастерами и громко смеялся. Стоявшие рядом с ним люди смотрели на него с почтением. А это говорило о том, что его ранняя сфера золотого ядра была лишь фальшивкой. Старейшина Бу, ваш план просто невероятен. Вы решили использовать секту Тиньдаа для поисков того человека. Если у вас получится его найти, то заместитель, безусловно, хорошо вас наградит. Несколько монахов улыбались и льстели мужчине. Бу Циньчинь слабо улыбался, в его глазах искрилась гордость. Он практиковался уже более трех тысяч лет и достиг сферы бедствия. Он был известен не только в секте Мэн Мадаа, но и на всей звезде Тяньмиа. Как может его удовлетворить простая награда от заместителя главы? Рано или поздно, он займет самую высокую позицию в Мэн Мадаа, а затем объединит все демонические секты и заполучит целый мир. — Старший, куда теперь мы идем? — спросил неуверенным тоном Ауинке. — Просто гуляем, — улыбнулся Нинцы. — Тогда я бы хотел навестить своего друга. — Я приехал на звезду Тяньмиа как раз с намерением спрятаться у него, — сказал Ауинке. — Веди, — кивнул юноша. Мужчина обрадовался и поспешно указал путь, после чего Нинцы на высокой скорости унес их в нужную сторону. Тяньмиа — регион заброшенных земель. На окраине небольшого городка находился внушительный дом. Этот дом был известен в городе Цинлун. Он был основан мастером начальной стадии зарождения элемента сотню лет назад. Во внешнем мире все называли это здание — Дом Люли. В городе Цинлун проживало всего четыре практиков сферы зарождения элемента и Святая Люли была одной из них. С момента основания дома в город Цинлун прибывало множество мастеров, желающих пообщаться с женщиной. Также, Святая Люли приняла большое количество мастеров, среди которых были три мастера Золотого Ядра и более нескольких сотен очистки ЦИ. Общая сила дома Люли была одной из самых высоких. Однако сегодня атмосфера в доме Люли была очень тяжелой. В главном зале дома находилась сама Святая Люли, а рядом с ней находились ее ученицы. «Мастер может нам просто уйти?» — спросила одна из учениц Феры Золотого Ядра. В зале не было мужчин, так как в доме Люли были только девушки, что выделяло это место на фоне других. «Да, если мы просто уйдем, то люди Долины Шоу не смогут нас найти». Остальные поддержали предложение соученицы. «За Долиной Шоу стоит секта Мэн Мадаа. Люди этой секты повсюду, куда ни беги, бегать всю жизнь не получится». «Я накликала на нас беду, вы же к этому не имеете никакого отношения», — сказала Святая Люли. «Мастер, но так нельзя, мы не оставим вас одну», — сказала первая ученица женщины. «Ха-ха-ха, как прекрасна эта привязанность ученика и учителя. Зачем было обижать Долину Шоу? Неужели ты совсем не думала о безопасности других?» Снаружи раздался громкий смех, затем в зал вошел мужчина с обнаженным торсом. Его аура была примерно равна Святой Люли. Он также был практиком начальной стадии зарождения элемента. Девушки в зале впились в него злобными взглядами. «Теша, ты пришел сюда один, не боишься, что не сможешь вернуться?» — холодным тоном спросила Люли. Мужчина снова рассмеялся и сказал, «Я пришел просто предупредить тебя. Завтра люди моей долины придут и омоют твой дом реками крови. Если же, конечно, вы не передадите то, что нам нужно, тогда я заступлюсь перед патриархом и избавлю вас от смерти». Сказав это, мужчина разбил ударом кулака потолок дома и со злобным смехом исчез с глаз женщин. Нахал. Девушки в зале от злости стиснули зубы и сжали кулаки. Трое других мастеров зарождения элемента заметили шум со стороны виллы Люли. Один за другим они прибыли к дому и увидели, что потолок зала был разрушен. «Люли, к тебе проник вор, не волнуйся, мы втроем тебе поможем», сказал мужчина среди троицы, чьи брови были подобны двум саблям. Хотя внешне он выглядел как мужчина средних лет, но мужественностью мог утереть нос любому юноше. Он приземлился перед Люлей и обеспокоенно обратился к женщине. «Это был человек Долины Шоу», ответила Люли. «Долина Шоу?» Троица была поражена, двое из них сразу же ушли. Они слышали, что патриархом Долины Шоу был мастер поздней стадии зарождения элемента, но помимо этого тот имел связи с сектой Мэн Мадаа. Они не хотели обижать такого человека ни при каких обстоятельствах. «Люли, я тут вспомнил, у меня появилось дело, я попозже зайду», Джан Зэ Чен смущенно улыбнулся и ушел. «Мастер, они просто трусы», проворчала ученица сферы Золотого Ядра. «Ничего, это было предельно очевидно», равнодушно сказала Люли. «В это время возле дома появились две фигуры и через дыру в потолке приземлились прямо перед святой Люли. «Люли, я пришел к тебе». Ауинк радостно рассмеялся. Люли посмотрела на мужчину огорченным взглядом. «Почему он пришел именно в это время?» Глава 2198 «Дядя Бэйсюань, Люли, ты так сильно рада меня видеть?» Ауинк, увидев изумленный взгляд женщины, почувствовал нарастающую в сердце радость. В молодости они были хорошими друзьями и часто путешествовали вместе. Но талант Люли был намного лучше, чем у него. Когда он застрял в сферах очистки ЦИ, она уже достигла сферы зарождения элемента и отправилась на Тяньмиа. Он же остался позади. На этот раз он пришел на звезду, чтобы заручиться ее помощью и попытаться догнать ее по практике. «Ауинк, когда ты успел приехать?» Люли горько улыбнулась на вопрос мужчины. «Ну, не так давно». «Ах, верно, хочу познакомить тебя. Это мой дядя Бэйсюань». Мужчина представил женщине Нинцы. «Дядя Бэйсюань?» Люли почувствовала себя странно. Насколько ей известно, в секте Синма не было никого с таким именем. Он, как и ты, мастер сферы зарождения элемента, улыбнулся Ауинк. Ученицы в зале посмотрели на юношу с легким удивлением. Однако, вспомнив о нависшей на ними угрозе, все сразу же зачахли. Они даже не рассчитывали на прибывшую пару мужчин. Один был в сфере золотого ядра и его дядя, скорее всего, лишь на начальной стадии зарождения элемента. Старший Бэйсюань, Люли кивнула Нинцы. Юноша рассмеялся. «Не стоит так официозно». «Хорошо». Люли медленно кивнула. Она также являлась мастером сферы зарождения элемента. Логических говоря, она и Нинцы были равны. Только из-за знакомства с Ауинкой она назвала его старшим и тот сказал опустить формальности. Подобное происходило часто в мире практиков. Но что-то Люли показалось в юноше странным, правда она не стала долго размышлять над этим. «Сейчас была проблема посерьезнее». «Брат Ауин, у меня проблемы, думаю тебе и твоему дяде следует покинуть это место». «Звездотянь Мя очень богата ресурсами, ты сможешь найти место получше», сказала Люли. Мастер. Ученицы были удивлены и хотели остановить женщину. Вместе с Ауинкой был мастер сферы зарождения элемента. Возможно, они вдвоем смогли бы разобраться с долиной шоу. Ауинка наконец понял, что пришел в неудачное время. Люли, что случилось? Мужчина решил расспросить подругу. Все же они уже давно друг друга знали и даже разрыв в практике не мешал их дружбе. «Не стоит, в этой ситуации даже ты не поможешь», Люли покачала головой и с извинениями обратилась к Нинцы. «Мастер Бэйсюань, простите, что не могу принять вас у себя на этот раз, но обещаю в следующей все будет иначе. Мастер, завтра наш дом разрушит долина шоу. Куда они в следующий раз могут прийти?» Огорченно проговорила старшая ученица Люли. «В чем дело?» «Люли, что за долина шоу? Почему она хочет разрушить твой дом?» Воскликнула Ауинка. «Дауэр, я разрешала тебе говорить». Люли посмотрела на старшую ученицу сердитым взглядом. Девушка склонила голову. Она просто не хотела, чтобы ее мастер заставляла себя улыбаться перед посторонними. «Брат Ауин, мастер Бэйсюань, не буду провожать». Люли слабо улыбнулась двоице. «Никуда я не пойду, Люли. Я проделал весь путь, чтобы найти тебя. Ты меня прогоняешь? Неважно, кто твой враг, я останусь здесь», — проворчал мужчина. «Ты не понимаешь, за долиной шоу стоит секта Мэн Мадаа. Ты, мастер Бэйсюань, лишь попадете под горячую руку», — обессиленно сказала Люли. «Мэн Мадаа». На лице Нинцы появилась таинственная улыбка. «Мастер Бэйсюань, вы слышали о ней?» Люли посмотрела на юношу. «Еще как слышал. Ну, раз такие дела, мы остаемся. Хочу попросить мисс Лю устроить комнату отдыха», — сказал Нинцы. Ауинка посмотрел на Нинцы с оттенком волнения. В душе он был тронут, что юноша, зная об опасности, решил остаться. Однако истинной причиной он, конечно же, не знал. Люли тоже была ошеломлена, как и ее ученицы. Дауэр волнительно подбежала к Нинцы и взяла его под руку. «Мастер Бэйсюань, я отведу вас в лучший двор нашего дома и постараюсь развлечь». Нинцы, улыбаясь, позволил девушке проводить его. Глядя на происходящее, Люли горько улыбнулась. «Откуда этот Бэйсюань? Я знаю, что в твоей секте такого старейшины нет. Почему он, зная об опасности, остался здесь?» Ауинка знал, что правды от нее не скроешь, поэтому рассказал все, начиная с того, как встретил юношу. Выслушав его, женщина вздохнула. «Не знала, что бывают такие добрые старшие. Если бы не он, то ты тогда точно бы умер и мы больше с тобой не увиделись». «Да». Ауинка тяжело вздохнул и достал меч фиолетового свиста. «Это он мне дал. Изначально он принадлежал старику, что хотел меня убить. Этот меч точно очень дорогой». Тем не менее, Долина Шоу. Люли не переставала протяжно вздыхать. С силой ее дома она не могла противостоять Долине Шоу, глава которой был мастером поздней стадии зарождения элемента. Она даже просила помощи у местных сект Праведного Пути, но все отказались из-за страха. «Не переживай, может еще не все потеряно. Однако Люли, что бы ни случилось, я буду рядом с тобой», — решительно сказала Ауинка. «Потом не жалуйся», — улыбнулась Люли. И не собирался. Ухмыльнулся мужчина. Весь оставшийся день ученицы дома Люли провели во дворе нинцы. Девушек тронуло, что юноша решил остаться в их доме, зная о предстоящей опасности. На следующий день. «Джан Зэ Чэн, ты не пойдешь навестить ее?» В городе Цэн Лун собрались трое мастеров. Двое какое-то время молчали, а затем обратились к мужчине. Глава 2199. Цэн Ле, Люли спровоцировала Долину Шоу. «Вы двое, скорее всего, не знаете, но у Долины есть связи с сектой Мэн Мадаа. Я не стану рисковать и вовлекать свой дом в эти разборки», — проговорил Джан Зэ Чэн и затем добавил. «Я по молодости был в нее влюблен, но нужно уметь отпускать. Если заступлюсь, то погибнет еще больше невинных. Наверное, ты прав». «Соседние секты Праведного Пути тоже побоялись помощь ей», — сказал один из мужчин. «Но Люли в городе Цэн Лун уже сотню лет, нам стоит хотя бы посмотреть, что там произойдет», — предложил другой. «Тогда пойдемте», — Джан Зэ Чэн подумал об этом и кивнул. «Тем временем секты, получившие просьбу Люли о помощи, либо пришли сами, либо отправили учеников, но помогать не собирались. Они лишь пришли посмотреть, что будет». «Многим хотелось узнать, правдивы ли слухи, что Долина Шоу связана с Мэн Мадаа. Если же нет, то, возможно, тогда они помогут». «Дом Люли» «Мастер» «Они снова пришли, вокруг собралась целая толпа, но все боятся помощь», — возмущенно пробубнила Дауэр. «Остальные девушки возмущенно закивали. Сейчас в главном зале дома Люли собрались все жители особняка. Так как зал был огромен, места всем хватало. Девушки сферы очистки Цэ были сами обеспокоенными и напуганными. Они все были пессимистично настроены на сегодняшний день. Даже присутствие Нинцы не облегчало их Нашу, но так как они не знали его истинного уровня сил, надежда на то, что он сможет помочь, еще таилась в их сердцах. «Здесь нет ничего удивительного. Многие мастера боевых искусств придерживаются особых правил». Люли равнодушно покачала головой, а затем обратилась к Нинцы. «Мастер Бэйсюань, Долина, определенно, придет сюда. Вы с Ауином точно решили остаться?» «Люли, ты так хочешь нас прогнать?» Ауинка недовольно нахмурил брови. «Я просто не хочу вовлекать вас двоих», — девушка печально опустила голову. «Это просто Долина Шоу». «Мисс Ю не стоит беспокоиться», — расслабленно сказал Нинцы. «Просто Долина Шоу». Люли была ошеломлена и посмотрела на Юношу странным взглядом. «Неужели он до сих пор не понял силы Долины Шоу?» «На их звезде Фансе Долина Шоу была даже выше секты Синма, но на звезде Тяньми она среднячок». «Вот какова была разница в уровнях». «Похоже, он уверен в себе». «Неужели его практика выше, чем у Патриарха Долины Шоу?» «Подумал про себя Ауинке». «Но если так подумать, то это невозможно». «Если юноша мастер средней или поздней стадии зарождения элемента, то почему он увязался за ним?» «Единственные, кто продолжал бы сотрудничать с мастерами Золотого Ядра, это мастера начальной стадии зарождения элемента». «Мастер Бэйсюань, неужели вы совсем не беспокойтесь?» «Дауэр посмотрела на юношу с оттенком надежды». «Нинцы слегка улыбнулся и кивнул». «Самауверенность юноши заразила девушек в зале, на душе всем стало немного легче». «Дауэр была самой оживленной, девушка хотя и была в сфере Золотого Ядра, но довольно смело болталась Нинцы о том Асеме и вскоре к разговору стали подключаться другие девушки». «Юноша расспрашивал их о звезде Тяньми о других вещах». «Мастер Бэйсюань, мой отец рассказывал, что видел истинного бессмертного», — сказала девушка. Нинцы посмотрел на девушку более пристально. Люли, Ауинг и другие слегка посмеялись, никто не верил отцу Дауэр. «Вы мне не верите», — девушка знала, что остальные об этом думали, и ей это не нравилось. Люли с улыбкой сказала, «Мастер тебе верит, но на самом деле нет, ведь если бы бессмертного можно было так легко увидеть, они бы не были легендарными существами из сказок». «Дауэр, а где твой отец видел бессмертного?» — спросил юноша. «Мастер Бэйсюань, вы мне верите?» Девушка удивленно посмотрела на юношу. Нинцы хотел кивнуть, но внезапно посмотрел в сторону. Люди Долины Шоу пришли. Четыре мастера начальной стадии зарождения элемента и один средний. Ох, все тяжело вздохнули. Как им бороться против такой силы? Помимо пяти мастеров зарождения элемента, в группе Долины Шоу было более десяти экспертов «Золотого ядра» и сотня очистки Ци. Тиша, находившийся в группе, на этот раз вел себя тише, ведь не он возглавлял эту группу. Мастер средней стадии зарождения элемента посмотрел на дом Люли с оттенком презрения, а там довольно оживленно. Да, вокруг около тысячи практиков, в том числе мастера города Цинлун. Но они не заступятся за них. Они боятся, что попадут под горячую руку, но нам лучше не провоцировать других. Если мы вызовем всеобщее недовольство, то даже патриарх не справится с такой проблемой. Сюда пришел сам заместитель главы Долины Шоу, Цинли. Видимо, Долина серьезно настроилась разрушить дом Люли, но почему? Многие люди до сих пор не понимали, с чего начался конфликт. Заместитель главы, не обращайте на них внимания, давайте сделаем то, что нужно. Теша выставил на показ мрачную улыбку. Святая Люли, выходи, к тебе пришел Цинли. Мужчина громким голосом обратился в сторону дома Люли. Глава 2200. Кто это? Голос Цинли был чистым и разносился на десятки миль вокруг. Для людей дома Люли он был похож на раскат грома, разразившийся прямо над ними. На лицах девушек вспыхнул страх. Долина Шоу пришла. Мастер, старший Бэйсюань. Мы сразимся с ними, сказала Дауэр, сжимая кулаки. Остальные присоединились по очереди. Ученицы стадии очистки Ци, находившиеся в страхе, слышали слова, которые, казалось, вдохновляли их свирепый характер. Намерение убить постепенно перекрывало страх. Цинли, заместитель главы Долины Шоу. Эксперт средней стадии зарождения элемента. Вы оставайтесь здесь, а я пойду поговорю, посмотрим, что он скажет, сказала Люли. Дауэр хотела пойти за мастером, но Нин Ци остановил ее. Мисс Люли, если что, я буду здесь. Девушка кивнула. Затем в один миг оказалась в небе недалеко от Цинли. Это святая Люли. Я слышал, она достигла своей нынешней сферы менее чем за тысячу лет. С ее талантом она непременно достигнет сферы высшего возвышения. Хотя у нее великий талант, связей очень мало. Как видишь, это сказалось в нынешней ситуации. В мире множество сильных мастеров, но один в поле не воин. На глазах многих зрителей появилась жалость. Джан Цзэчэн посмотрел на Люли с нежностью. Сотню лет назад он пытался привлечь девушку, но та отказывалась принимать его. Мужчина думал, что время даст свое и он сможет переубедить Люли, но развернувшиеся обстоятельства говорили ему забыть о ней. Святая Люли довольно известная персона в наших кругах. Цинли несколько похабным взглядом окинул фигуру женщины. Редко где можно было встретить женщину с такими талантом, внешностью и темпераментом, как у Люли. Если бы не приказ патриарха забрать какую-то девушку из рук Люли, то он бы ни за что не стал убивать эту женщину. Заместитель Цинь девушка слегка кивнула. Думаю, вы знаете, зачем я пришел. Прошу вас передать то, что нужно нашему главе. Если же нет, мне придется разнести тут все в пух и прах. Цинли пригрозил Люли в довольно расслабленной манере. Я уже говорил о вашем углове, что у меня нет того, что он хочет, резко ответила девушка. Тогда не вините меня за безжалостность. На лице Цинли появилась холодная улыбка и он мысленно что-то приказал. Позади него тут же вспыхнул летающий меч и завис над его головой. Остальные мастера позади мужчины также приготовились к бою. Аура группы Долины Шоу была внушительной, потрясая сердца окружающих людей. Их сотни мечей были устрашающими, скорее всего, даже мастеру поздней стадии зарождения элементов придется не сладко против всей этой кучи острых мечей. Сегодня день, когда Долина Люли не станет, окружающие протяжно вздохнули. Люди дома Люли увидели происходящее, поэтому сразу же устремились на помощь девушке. Старший. Старший. Ауинг повернулся попросить у Нинцы помощи, но того и след простыл. Сердце мужчины затрепетало. Неужели старший испугался Цинли и сбежал? Мужчина не знал что думать, поэтому он направился к Люли. Осмотрев округу, он все равно не смог найти юношу. Люли также заметила это и слегка разочаровалась. Зря она надеялась. Скорее всего, ей нужно было заставить всех учениц разойтись, так хоть кто-то бы спасся. Ха-ха-ха. Когда это в доме, где были лишь одни женщины, появился мужчина. Неужели это возлюбленный Люли? Теша, увидев Ауингэ, громко рассмеялся. Мужчина, услышав его, сильно разозлился. Чжан Цзэчин, стоявший вдалеке, резко посмотрел на Люли рассерженным взглядом. Люли, ты все решила, тебе не жаль жизни своих учениц? С ухмылкой спросил Цинли. Я уже все сказала и повторять ненамеренно, холодно ответила девушка. Хорошо, нет так нет. В глазах Цинли засияло намерение убийства. Летающий меч над его головой начал излучать ослепительный золотой свет. В следующий момент, он и его люди атаковали группу Люли. Сотни летающих мечей, следующих за мечом Цинли, сформировали огромный клинок. Святая Люли выбросила странную корзинку, которая увеличилась в размере и окутала ее ученицы Ауингэ. Это был защитный талисман среднего класса. Однако даже он не сможет устоять против сотен яростных мечей. Ох, Чжан Цзэчин тяжело вздохнул и отвернулся. Он не хотел видеть смерть женщины. Мастер, так как корзина была полупрозрачной, находившиеся под ней люди отчетливо видели ситуацию. Когда объединенная атака Цинли и его людей должна была разорвать красавицу, перед святой появилась фигура. Мастер Бэйсюань, дядя Ауинг и Дауэр удивленно воскликнули, увидев нинцы. Юноша расслабленно махнул рукой. Всплеск бессмертной Ци охватил всю сотню приближающихся мечей, моментально стер их клейма и затем разом убрал в пространственную сумку. Кто это? Кто ты? Цинли прокашлялся кровью, а после поднял ледяной взгляд на нинцы. Его летающий меч вот так просто кто-то забрал. Люди позади него пребывали в том же положении, они также с недоумением смотрели на юношу. Глава 2201. Вы говорите о нем? Куда делись все мечи долины Шоу? Неужели?